Запись и начинаю рассказывать нашим дорогим зрителям. Всем привет, с вами Виталий Обломов. Куча народу со мной прекрасного, которых мы сейчас представим. Сегодня мы играем нулевую сессию по ТТБ. Простите, не у всех сегодня есть веб-камеры из-за технических сложностей, но мы постарались, чтобы вам было максимально весело и аутентично. Что такое ТТБ? Это ролевая игра по Малифо. Что такое Малифо, я думаю, вам объяснять не надо. Надеюсь, что наши персонажи вам понравятся. Наш отыгрыш будет прикольным и будете писать порно-фанфики про нас. Надеюсь, максимально гейские. Теперь я отдаю слово Марселю, он наш ведущий сегодня. Я надеюсь, что надолго и всегда. Марсель, пожалуйста, рассказывай, что хотел. Всем привет. У нас... Это что рассказывать, я уже буду ввести непосредственно. Собственно, сегодня с нами 4 игрока. С нами сегодня Гаррет. Карта по Машару. Это я. Да. С нами сегодня Джейкоб. Всем салют, извиняюсь, что без камеры. Да. С нами сегодня Сэм. Привет-привет. Вам повезло, что я без камеры. С нами сегодня Фиджеральд. Фиджеральд. Ну что ж, перейдем. Тогда, недолго думая, без всяких ступительных длинных слов. Мы здесь сегодня не ради этого собрались. Ну что ж, все готовы. Пока идет... Структура сессии такова, что... Сперва идет пролог, в котором я рассказываю ситуацию, в которой вы оказались. Какая-либо вводная информация. Карты в ней не флипаются. Потом уже идут непосредственно сцены, в которых вы будете действовать, совершать, приключаться. И в конце эпилог, подводя итоги ваших действий. Договорились. Все готовы, я надеюсь? Да, конечно. Погнали! Да, если будут какие-то технические огрехи, извините, это нулевой выпуск. Постараемся их исправить в следующий раз. Изначально я не думал, что он будет выложен, потому что... Нужно было, как с ЧГК в свое время, посмотреть на то, какое техническое состояние. Что подправить, какие косяки. Да все будет классно, я уверен. Я надеюсь. Построенный поверх руин Санта-Фе, Бриджтаун, город разлома. Это... Он представляет из себя укрепленную железнодорожную станцию. Сейчас, наверное, музыку тоже чуть потише сделаю. Во время вот таких поездований. Ильдийская железнодорожная станция, одна из самых больших зданий в этом городе. После часов стояния снаружи под палящим знойным солнцем, вы, наконец, были досмотрены охраной. И вам разрешили подняться на борт поезда, который доставит вас в Малифо. Тот самый небезызвестный железный баран. Несмотря на почти удушающий зной этого жаркого летнего дня, интерьер внутри поезда, на удивление, прохладный. Я бы сказал, даже комфортно прохладный. Вы входите внутрь, ищите свои места. Почти представляете уже, как вы будете пребывать в неизвестное для вас место. Видите дыхание, слегка клубящееся на окраине вашего рта. Вы находите свои места на небольшой... В небольшом вагоне. Сейчас я его вот так вот представлю. Из... Заблокируем. Скамейк, который стоят друг напротив друга. Если... Если бы... Перед вами стоял столик, здесь можно было бы вполне себе комфортно поесть. Но это чисто пассажирский такой вагон, который рассчитан именно на максимальную загруженность людей. Оу, это литерально фир и хангер. Вагранд сонг. Без пяти минут вагранд сонг. Ждем локализации от Хобби Геймс, пожалуйста. Хобби, пожалуйста. Когда вы усаживаетесь на свое место, рядом с другими пассажирами, вы не можете не заметить на глубокие пометины, как будто бы ногтями на стене. Прямо над... Прямо над тем местом, куда вы собираетесь сесть. Они не слишком глубокие, но вы только... Можете подумать о том, что могло бы там оказаться. Вы усаживайтесь, видите, троих других людей, которые садятся рядом с вами. Фиджерель, напиши себя. Ну, на текущий момент, наверное... Я постарался изобразить своего персонажа вот здесь. Но на текущий момент, наверное, у меня нет вот таких вот полос на лице. Скорее всего, я скрываюсь в такой леснической, больше, наверное, нежели камуфляжной одежде. Наверное, накинул на голову небольшой такой капюшон от дождя. Соответственно, я выгляжу как мужчина 25 лет. Вот, у меня есть усишки и борода. У меня на лице есть небольшой ожог, который по шее вот так вот немного стекает куда-то под мою достаточно плотную одежду. Соответственно, у меня на спине огромный рюкзак, который я, скорее всего, положу на полку, который находится над нашими сидячими местами. В этом рюкзаке есть буквально все, чтобы построить огромный лагерь. Поэтому, если что, я думаю, что остальные персонажи будут довольствоваться продовольствием из моего рюкзака. Как ведет сейчас тебя твой персонаж? Ну, я думаю, что он находится в легком смятении, потому что очень много людей вокруг. Он немножко одичал, не привык себя в такой обстановке ощущать. Но он старается держаться молодцом все-таки. Он не глупенький мальчик. И он пытается вести себя более-менее адекватно, но не привлекать лишнего внимания. Поставь своего персонажа где-нибудь на одно из этих мест. Марселис, а ты помнишь? Что? Мы Колю потеряли. Мы потеряли Колю, да. У тебя... Ой, тайм-аут. Ничего страшного. Перепустившись. Есть шкалатки. Пока продолжайте. Да, я пока давай буду дальше рассказывать, чтобы наши зрители не отвлекались. Соответственно, я пытаюсь разместиться. Ну, вообще, я думаю, насколько целесообразно... Я вообще думаю, насколько целесообразно размещаться под такими царапинами. Я могу выбрать другое место? К сожалению, твой билет именно рассчитан на это сидячее место. Это печаль от меня, но выбора нет, поэтому придется садиться. Я думаю, ты разместил меня у окна. Я люблю сидеть у окна, поэтому с удовольствием буду наслаждаться видами природы. Хорошо. Прямо напротив тебя... Какой? Сэм. Расскажи, как ты выглядишь? Что из себя представляет твой персонаж? Мой персонаж... Это высокий, широкоплечий, чернокожий мужчина. Где-то за 40. У него такое, значит, грубое, хмурое лицо. Он не выглядит дружелюбным совершенно. Он сильно напряжен. То есть его беспокоит окружающая ситуация. Ему не нравятся люди вокруг него. Он постоянно что-то жует. Мелкими такими движениями двигаются его челюсти непрерывно. И он периодически запускает руку в карман своего пальто. Темного, широкого, такого, значит, мешковатого. И что-то из него достает. И забрасывает в рот. И продолжает отжевать. Вот. У него, соответственно, большие такие руки рабочего человека с мозолями, с порезами. Они все в мелких-мелких шрамах. У него пальцы. Они хорошо видны на темной коже. И вот такой вот он весь очень недружелюбный негр. Не пытается ни с кем заговорить. Молча сидит на своем месте. Вещь, но такой дешевого вида вещь-мешок, который он засунул под сиденья. Все под ноги. Он сидит насупленный, нахмуренный и ни с кем не дружит. Ведь я решил начать сессию с банвордов просто. Есть такое. Породки не считаются. Ну да. Афроамериканец. Ты чувствуешь еле сдавливающее желание прокашляться. Пока тебя это не настолько сильно беспокоит, но кажется, те морозы были очень неприятными. Так, я тебя посадил, ты сидишь напротив. Угу. Насколько сильно тебя беспокоят вот эти царапины наверху? Ну, он не смотрит наверх. Он не смотрит наверх, он смотрит под ноги и поглядывает в окно. Хорошо. Рядом с Сэмом у нас сидит Гаррет. Гаррет, расскажи. Ну, я такой довольно щегольского вида парень. Лет 20. В аккуратненьком пиджачке. В красном галстуке. Помятый немного светлый рубашки. Местами даже может быть немного запачканный. Видно, что условия не самые простые жизни. Голову украшает большая копна рыжих волос, длинный довольно такой выразительный нос. И, что самое главное, на его груди висит здоровенный фотоаппарат Fikon Blitz. Совсем вот новенькой модели, буквально с него можно пылинки сдавать. Он висит на таком плотном кожаном ремне, чтобы, не дай бог, его не потерять. Стоил целое состояние? Конечно. Где-то на поясе у него еще небольшая сумочка, в которой сложены его блокнотики, ручки, небольшой бинокль и комплект для вспышки. Старая добрая фосфорная вспышка. То, что мой. Как сейчас себя ведет твой персонаж? Я на самом деле это все в новинку, эти поезда в конце концов. Не то, чтобы я раньше на поездах не ездил, но уж точно не на таком. Поэтому очень все внимательно осматривает, ищет за что зацепиться. Но каждый раз, когда он даже смотря на эти царапины, задумывается на секунду и думает, что-то записать в блокноте, он такой, а не, ерунда. И раздраженно садится на место. Хорошо. Напротив тебя ты видишь, во-первых, Фиджеральда, который опять же таки поглядывает в окошко, мимо насколько это любопытно, рядом с ним сидит Джейкоб. Мои, так сказать, братья по путешествию видят молодого человека, одетого в аккуратный, черный, не самый дорогой, конечно, но в хорошем состоянии дорожный плащ, в черном, таком же недорогом, но качественном цилиндре, аккуратно выстряженной бородкой, с каштанными волосами, которые выпадают из-под цилиндра, с ясными голубыми глазами, который в данный момент скучающим взглядом оглядывается по сторонам, подмечается рапина на потолке и только то, что он перебирает цепочку, медную цепочку часов, пальцами выдает в нем то, что на самом деле он нервничает для него отправление в другой мир буквально из того, что он привык это огромное-огромное приключение он скрывает можно даже сказать любопытство под вот этим скучающим взглядом и ему слегка некомфортно, когда напротив него сидит огромный чернокожий мужчина, который еще и кашляет он немного даже смущен этим. Общаетесь ли вы друг с другом? Наверное, я среагирую на то, что мужчина напротив кашляет. Я достаю бутылочку виски из своего вещмешка, но у меня такие, знаешь, там, типа, ну, это большой бэкпак, за который я кучу бабла отвалил, между прочим, вот, поэтому я достаю прям, знаешь, так, из кармана сбоку, там торчит бутылка вискаря такая, заготовленная, я прям достаю, откручиваю пробку и откручиваю пробку, откручиваю крышку и подкидываю немножко вискарика, чтобы, скажем так, продезинфицировать организм от возможной пневмонии. Прям полное погружение. Все так. Я пришел отыгрывать на всю котлету. Эй, мэйд, чей вискарь-то у тебя? Задает вопрос Гаррет, с таким небольшим вызовом даже. Слушай, да, какой-то вискарь, я не то, чтобы, скажем так, эксперт, я явно лукавлю и по лицам так, знаешь, делаю, типа, я вру, но я это делаю очень плохо. Вот. Я небольшой эксперт в виске, вот, соответственно, какой-то там бочковой, не знаю, хочешь попробовать? А, не, братец, я это британское поило не пью. Вот, на моей родине, на моей родине, в Ирландии-то классное делаю. Слушай, ну, пробовал урландский встать, а? Честно говоря, нет, 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 не получалось, не доводилось, но я вот больше люблю, скажем так, самопальное производство, поддерживаю местного производителя, в том числе сам варю. Вот, если как-нибудь пересечемся в месте нашего назначения, возможно, угощу тебя своей, своим муншайном. Господа, вы оба не правы, ничто не заменит рокс, наполненный со льдом прекрасного скотча. Простите, я не согласен, что Ирландия в этом случае может соперничать в Шотландии. Ээээ, папа, парень, ты просто не понимаешь, лед, он вкусовые качества, он только предуплет, ты же хочешь почувствовать вот эту вот бочку, бочку, понимаешь бочку? Я понюхиваю пробочку. У вас в Ирландии есть нормальные бочки? Конечно, у нас есть бочки, бочки, песики есть тоже, песики. Не сомневаюсь, собак в Ирландии предостаточно. Короче, попробуй как-нибудь. Ой, лед, он только вкус замораживает, да, вискарь разбавляет. Хорошее пойло, его разбавлять-то не надо, оно само идет. Последую, советую, если буду пить пойло. И он, сделав такую очень вежливую улыбку, смотрит в окно. Гаррет от этого улыбается и под его улыбкой такие очень неровные, характерные для Ирландца зубы. Тем временем еще больше пассажиров начинает входить в поезд. Температура внутри вашего вагона начинает подниматься, почти сравнивая с температурой снаружи. В скором времени вам становится даже в какой-то степени некомфортно, когда вы слышите, как кондуктор закрывает дверь очень громким стуком и начинает проходить, помогая последним пассажирам закинуть их багаж на полке над вами. Пассажир, который недалеко от вас, я его не подготовил, давайте, кто это будет, кто это будет. Что же так жарко-то, а? Говорит Джейкоб, снимая цилиндр, проводя по шикарным волосам рукой вытирая под солба. Эй, стиляга, может, освежишься? Протягиваю тебе бутылку виски. Так и поездка пройдет. Почему бы и нет? Благодарю. Протягивает, отхлебывает, слегка морщится, такой довольно забористо и возвращает. Я беру бутылку обратно, никто не говорил, что будет легко. Позвали, как он морду скривил-то, а? У нас в Финляндии не такое было. И вот, помню, пили слитую по лому замерзшему. О, вы из Финляндии? Интересно. Да, говорю по-фински. Да, такой, он не понимает, что ты говоришь по-фински, такой, где же мои манеры? Джейкоб, Джейкоб Торч протягивает руку. Фиджеральд, можете звать меня просто Фиджи. Очень приятно. Жму руку, соответственно. А вы поворачивай голову на ирландца. А, Гаррет, Гаррет Фоули, главный редактор газеты Руха Мертвеца. Приятно познакомиться. Читали? Нет, но название крайне позитивное. А то, лучшая газета Малифо. Я так понимаю, контент там соответствующий. Ну, мы пока только развиваемся, но да. Самые горячие новости. Да, расскажите, очень интересно послушать, как вообще Гаррет проходит ваши съемки, репортажи, как вы этим занимаетесь, опасно ли это для жизни, очень интересно послушать. Да, и вообще, как я понимаю, это не ваша первая поездка в Малифо, раз вы там задаете газету. Поделитесь какими-нибудь знаниями про город? Нет, отнюдь, Малифо я буду первый раз, просто большие планы, есть уже помещение под издательство, даже, в принципе, по станку договорился. Раньше в Дейли Экспрессе тут работал, но, знаете, это вот постная писанина, это все ерунда, вот, настоящие репортажи, они пишутся живыми людьми, вот я так думаю. Я слушаю, захлеб немножечко еще отхлебываю скорее. А на самом деле Джейкоб слегка подымает бровь, когда говорит, что издаются газеты в Малифо, а едет туда первый раз, но, когда упоминают про Дейли, он кивает такой, да, довольно пресная и сухая газетенка, будем честны. Вот и я об этом же. Стоило напечатать одну, одну хорошую статью, и они сказали, все, вали отсюда, хоть в Малифо свою есть, а вот у меня и братик откинулся, ну, тоже, такая судьба, видимо. Господи, я завидую вашему оптимизму. Так, господа, прошу прощения, нарушу на секунду нарратив, я отойду прям буквально на минутку. Можете продолжать без меня. Если бы не мой оптимизм, я бы, наверное, уже сдох. Не все же быть угрюмым, как вот этот товарищ, кивая в сторону темнокожего, сидящего рядом со мной. Сэм не реагирует на это, смотрит в окно, нахмурившись, запахивает пальто, несмотря на то, что в вагоне жарко, похрипывает. Э, братья, у тебя что там, температура? Ложки пол? Немножко голос съела. Повтори. Привычно ему в довольно торопливой манере разговора и на самом деле весьма неприятный. Гаррет продолжает. Э, братан, братан, ты че? Ты живой там вообще? Ты-ка я в плечо соседа. Да. Ну давайте тогда пока без Фиджеральда. Пассажир рядом с вами. Находящийся в проходе. Что-то я я привлечил размеры карты, я привлечил размеры карты, поэтому буду увеличивать всех NPC. Пассажир, который пытается сейчас так переворачивать. Прошу прощения, у меня очень неудобное управление. Вот. Это не он, это просто взятый более-менее подходящий NPC. А я успел напрячься. Мужчина, которому явно уже под 70. Достаточно худощавый, я бы сказал, слегка скрюченный. У него проблемы с тем, как поднять его достаточно большой чемодан над головой. Заявка? Сейчас, описание закончу. Он почти вдвое больше, чем он сам, и вы видите его раздосадованность и смущение, когда он пытается убрать этот огромный деревянный чемоданчик. Собственно, на этом этапе у вас заканчивается описание пролога, вы можете набрать себе руку. Возьмите по три карты в руку. Так. Марсель, не забудь, пожалуйста, правую заявку. Да, я помню, я единственное, что... малость. Это музыка из Enter the Gungeon? Может быть. Обещали Металлику. Да, где альбом Металлики? Так, у меня немножко другого рода проблема, я забыл подготовить общую колоду. Ребята, если я такую руку на турнире взял, я бы, наверное, сдался сразу же. Вот так вот. Ну, Колян, вижу у тебя погуще, погуще. Я зашел как бы не самое плохое, но не самое хорошее. Смотрите, я увеличиваю карты по размеру, чтобы они, во-первых, не смешались с вашими, во-вторых, чтобы было всем видно. Капишь? Договорились. Вытаскивайте вбок, нажимаете F, чтобы перевернуть press F ту дефорформу. Натис, сперва вы заявляете, что вы делаете, а потом я говорю вам флипать или нет. Заявка? Моя заявка, во-первых, ну смотри, заявка будет из двух частей. Во-первых, я хотел бы посмотреть на мужчину, насколько, в принципе, он подозрительно выглядит. он не... Ты осматриваешь его... Я не буду скамить Натис, ну, типа, вот, на общих... Да, я понял. Он не выглядит достаточно подозрительным, и мне кажется, как будто бы он что-то скрывает. На данный момент его... Ты смотришь и ты можешь понять одну эмоцию досады, которая у него на лице. Он отчаянно пытается запихнуть этот огромный чемодан наверх, который не помещается, у него не хватает сил, чтобы закинуть его сразу. Ну, в таком случае я подхожу, чтобы помочь. И... Проталкиваясь мимо своих пассажиров, мимо своих товарищей. Вот так вот, вот так вот. Угу. 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 Восьмая Атлетика. Хорошо договорились. Флипаем. Да, вообще не должен был Простите, если что, у меня тут есть косяки с управлением, поэтому... Да. Такс. Атлетика, почему скелится по Майту? Майту, да. Майту. Это ноль. Это пятерка. Стоп. Сила ноль. Рейтинг... Нету. Пятерка, да? Ну, пока что безуспешно. Будешь ли ты что-то делать? Ну, явно свои карты я тратить не буду на то, чтобы улучшить ситуацию. Я поворачиваюсь к своим товарищам новообретанам, говорю, ребят, помогите, тут такой огромный багаж, я один не справляюсь. Мастер, можно как-то рассмотреть подробнее сам багаж, то есть, это действительно какой-то огромный чемодан, на который почти в два раза больше человека. Может быть, в нем что-то примечательное есть? Ну, сейчас его очень хорошо может Фиджерайт рассмотреть, потому что он очень близко к нему находится. Если ты подойдешь мобильный, может, ты сможешь его рассмотреть получше. Да, я думаю, любопытствующий Гарретт тоже подойдет поближе, и не столько для того, чтобы схватиться за багаж, сколько для того, чтобы его рассмотреть. Тогда вот так вот это. Собственно, вы видите, что это уже слегка выцветший чемодан, видел свои лучшие годы когда-то давно. На нем красуется все еще достаточно примечательная надпись красочкой великолепный Сесса. Судя по всему, это его фамилия. Ну, так, между делом Гарретт пытается помочь, но с его-то физической сноровкой это вряд ли получится. Ну, ты можешь попробовать? Попробую. Ну, я все еще тоже держусь за багаж, поэтому, я думаю, можно немножко это... мою помощь применить. Ну, допустим, с плюсом. Ну, точно нет. Какой? С плюсом. А, с плюсом? Конечно же. Так, с коротким. Вот так. У меня минус два, по-моему, Майт. Ну, ровно. Так, СТЭЛ у нас Гарретт. Сила минус три. А, даже минус три. Сэм отвлекается от происходящего за окном и смотрит на то, как два юнца возятся с этим чемоданом. На его лице впервые вот за весь этот, все это время появляется некое подобие ухмылки. Он наблюдает за тем, как они пытаются поднять чемодан. Немного тужа Гарретт спрашивает, а вы что, фокусник, это реквизит какой-то или что это? Нет, такого. Во время, пока он собирался тебе что-то ответить, видишь, как кондуктор подходит и говорит, сэр, вам придется приобрести еще один билет для багажа. Он отвлекается на этот багаж, говорит вам в пол, ну, в пол оборота, ладно, спасибо, дальше я сам. После чего... Кладем на землю в таком случае багаж. Да, кондуктор говорит, он просто занять ваши места, он садится, ставя этот тяжелый багаж рядом с собой, господи, как-нибудь, ну, он Carapto Tidal пускай будет, маркер. Вот, стоящий напротив него. А он, получается, заплатил за этот багаж, мы это видели? Да, ему пришлось купить билет для того, чтобы оплатить место для этой сумки, для этого чемодана. Что ж там такого ценного интересно? Хотя все пассажиры находятся на своих местах, поезд все еще не начинает движение. Вы слышите фропот среди людей, которые находятся, сидят позади вас и впереди вас, которые пытаются разобраться, что же происходит. Кто-то в дальней части вагона начинает жаловаться на то, что невозможно жарко, пожалуйста, откройте окно. Но, когда они и вы в том числе оборачиваете свое внимание на окно, видите, что они прикручены намертво. Просто болтами такими здоровенными. Окна. Окна. Да, лучше. Ну и погода, конечно. Я бы сказал, без пяти минут герметично. Я, конечно, в Финляндии привык к более прохладному климату. Ты даже не поверишь. В чем же дело? Почему такой простой? Должны были ушел и ехать. Сверяясь часами, Джейкоб с таким возмущением смешанным с каким-то, знаешь, желанием как можно скорее отправиться выглядывать в окно. А что, торопимся? Выглядывай в окно и видишь гильдинский застат. Извините. Я просто подумал, что вы молчали и не поняли вопрос вашего попутчика, не зная языка. Я понимаю. Это замечательно. И он, знаешь, пытается увести взгляд от большого чернокожего господина и присмотревшись к гильдийским солдатам, чью форму он заметил на перроне. Тарантиновские диалоги, господа. Большой чернокожий господин, это хорошо. Восхитительно, чтобы вы знали. ВЧГ получается. На перроне ты видишь гильдийских солдат, которые выстроились и представляют из себя более вооруженных, чем тех охранников, которые пропускали и досматривали вас. Сейчас они ведут в колонну выстроенных людей, которые одеты в черную и белую форму. несложно догадаться о том, что то это, но мужчина, который сидит через сиденье от вас, которому вы пытались помочь, слегка наклоняется в вашу сторону, потому что тоже смотрит в это же окно и так полушепотом они погружают заключенных, им нужно шахтерами станут, ну, большинство из них. Я немножко обеспокаиваюсь и спрашиваю его, что за заключенные? Ну, политика гильдии, тех, кто приговариваются к заключению либо вообще к смертной казни, их могут его резко обрывает пронизывающий все пространство громкий свист, когда вы слышите, как локомотив медленно начинает просыпаться. Пассажиры поблизости от вас выдыхают с облегчением, старик снова раздостатан за то, что его прервали, возвращает на свое место и ладно, потом поговорим. Он нервно смотрит на свой чемодан, переглядываясь на вас и говорит, удачи вам. спасибо вам с вашим огромным багажом, надеюсь, вы с ним справитесь. В этот момент вы слышите очень глобкий выдох облегчения от Джейкоба, который буквально фух. Я натягиваю свой капюшон и стараюсь так, знаешь, короче, сгорбиться немножко. Собственно, поезд начинает набирать обороты. Штумы колес, сминающих под собой рельсы и шпалы, начинают двигаться в сторону портала. Великий Второй Разлом это сверкающая серебристо-синяя, серебристо-голубоватая такой вот портал, который находится в рамке из огромного количества, из огромного массива девайсов, двигателей и различного рода стимпанковских приблуд, которые поддержат его состояние, как вы можете предположить. Около нескольких десятков солдат располагаются вблизи этого портала в защитной формации, как ожидая изнутри, так и снаружи какого-либо появления. Они потеют в своей серой и красной гильдийской форме. Первый и второй вагоны поезда исчезают в блестящем портале вы идете следующим. Ваш вагон сразу позади них. Мастер, можно вопрос? Да. А что я вообще знаю по тому, как вообще поезд пересекает этот портал? То есть там кто-то между ними происходит или сразу новая реальность? Такой же вопрос. Большинство людей, которых вы могли расспросить, пока ожидали свои очереди, рассказывают историю о том, что для большей части посетителей это просто пштык. Семиминутное такое мгновение, в котором они закрывают глаза и открывают их уже в новом для себя мире. Меня больше беспокоит, почему наша колода не хочет объединяться, сбросить. Ладно, потом. Потому что она слишком большая. Проблемы с размерами? Да. То есть нет до какого-то момента телеслода условно сразу люди оказываются уже по ту сторону. Некоторые оказывают о том, что не чувствуют некоторые странные ощущения, как будто вы забиваете наркетиком егермейстер. Да, я хочу очень крепко припить перед тем, как заехать в портал. Я прям агарет наоборот. Он достает прям фотовспышку, достает аппарат и пытается даже может быть подойти встать к окну, чтобы успеть запечатлеть тот момент, когда его вагон пропадет в портале, пытаясь словно поймать момент перехода на камеру. Хорошо, еще какие-то заявки? Отворачивать лицо от камеры смотрит тоже в окно. Можно дополнить свою заявку? Да, давай. Короче, я стараюсь перед тем, как мы въехали в портал, прям крепко швырнуть в себя вискаря, вот, прям жестко швырнуть вискаря, и принять такую позу, знаешь, как будто ты засунул руки в карман и наклонил голову вперед, типа, непонятно, спишь ты, короче, или просто в такой прячущейся позе. вот так примерно хочу занять позицию. Немного наклонившись в сторону стены, чтобы, если я, допустим, отрублюсь, чтобы я на нее облокотился. Угу, хорошо. А Джейкоб же, буквально, когда уже начинается заход в разлом, вдыхает поглубже и задерживает дыхание, как будто он идет на погружение. Хорошо. Как только вы видите с вашей перспективы огромный сверкающий свет, просто обволакивающий весь поезд в такой волне, вы начинаете чувствовать несравнимую головную боль, которую вы никогда не чувствовали до этого. Боль длится всего секунду, заставляя вас отвернуть голову больше к полу, схватиться за нее. Через всего пару мгновений вы чувствуете гораздо легче некоторое облегчение этой боли. Когда открываете, вы понимаете, что вы единственные пассажиры в этом поезде. В смысле мы четверо? Да, вы четверо. Все остальные пассажиры просто исчезли. Сверкающий серебристо-голубоватый свет все еще проникает, освещает этот поезд, этот вагон через окна. Вы можете увидеть это через огромное окно, но как только вы начинаете вглядываться туда больше, чем полсекунды, вы чувствуете снова эту режущую боль, находящуюся словно промеж ваших двух половин мозга. Слово. Яркая вспышка. Фотоаппарат наконец-таки выдает. У тебя полароидный фотоаппарат или пленочный? Смотри, у меня классический такой старый фотоаппарат, он не полароидный, он снимает на пленку, и вспышка это вообще отдельная история, к нему подключенная вот эта фосфорная лампа, которая взрывается буквально, освещая все вокруг ярким светом на секунду. Хорошо. И которую потом надо заменять буквально. Да, помню там просыпать этот порошочек. Да, собственно, но пока Гаррет еще в шоке и приходит в себя. Джеки ругается под нос на английском, что-то вроде fucking books. Что происходит? Хочу заявку. Давай. Я же, наверное, замечаю, что вокруг все пропали, кроме нас четверых. Хочу понять, почему. Не знаю, как ты мне дашь проверку, но, наверное, здесь нужна какая-то проверка либо на внимательность, либо на какой-то magic feelings, так скажем. Ну, давай внимательность, нотис. Хорошо. Мой нотис равен единичке. По моему замечательному минус первому ханнингу чистая карточка получается без модификаторов. Да. Достойнейшее. Когда ты начинаешь осматриваться, ты слышишь странный шум. Он доносится из соседнего сидения. Ты видишь, как из деревянного сундучка, который вы пытались погрузить наверх, начинают выбираться пальцы. А как они выглядят? Они маленькие, составные и деревянные. Буквально через секунду ты видишь, как с легким щелчком сломавшегося металлического замка оттуда выпадают четыре деревянные куклы, которые начинают двигаться в вашу сторону. Они выглядят враждебно? Да. Хорошо, я кричу. Ребята, у нас опасность уровня мстителей. Инициатива, ребят. Я думаю, Гаррет в это время, пока все осматривали вокруг, засыпал как раз порошочек в статив и был слишком занят, чтобы заметить, что к нему подходят сзади. Скажи, пожалуйста, порядок, который мы Ваша инициатива, если у вас чарник под рукой, это ваши ранги в ноутисе, насколько вы его прокачали, плюс значение вашей скорости, speed. Инициатива у нас отвергнута выписана, а вот карта... она там есть у нас. Инициатива у вас есть в драйвт-аспектах. А, подожди. У Джейкоба инициатива 4, у Сэма инициатива минус 1, у Гаррет инициатива 4. Сейчас вы флипаете по очереди, мне нужно куда-нибудь выписать вас. Скажи, кто в каком порядке флипает, чтобы мы не начали этот сэрбор. Да. Флипните каждый, посчитайте, мне скажите общий результат, хорошо? Назови, пожалуйста, порядок. Иначе сейчас мы все схватимся за карты. Хорошо. Сэм. Три у меня в сумме. Угу. Гаррет. Одну карточку. 10 в сумме. Угу. Джейкоб. Так, сейчас, секунду. Один крик. Тебе помочь? Да я, вот, все. А, 8. Угу, Фиджеральд. Блин, какие-то говнячие карты там замешал там, но давай посмотрим, может у меня хотя бы хорошо получится. Нет, шестерка. Я старался. Я, честно, нажал три раза кнопочку R наведя на колоду, чтобы перетасовать. Как говорится, ГМ говно. Колода, пидор. Поезд говно? Да. Так, с марионеточки. Получается, фокусник не фокусник, а долбаные колоди. Ну, видимо, его просто творения ожили, как я понимаю. Ну, это типа автопом, я говорил, как игрок. Да. Да, это легко понять, что его творения просто взяли и ожили. Видимо, это не задумывалось изначально. М-м-м-м-м-м-м. Ну, мастером точно задумывалось. О-о-о. Слушай, ну, смотри, Марсель, я буду мандиться, я оглядывался, я пытался на что-то всмотреться, я выпрашиваю преимущества. Ты выкинул единицу. Я шестерку выкинул. На смотр кто выкинул кола. Собственно, если бы сумели убрать сумку чуть подальше, я бы дал вам эту возможность. Окей. Сумка стоит слишком близко к вам. Понимаю, не особо я. Поэтому все по-честному, ребят, все по-честному. Гарат? Мы пока не начали, освежимся, у нас по два действия, правильно? У вас два действия. Чардж, первое очередное действие, требует два действия, требует цель, куда ты чарджишь по прямой, после чего ты совершаешь по одной цели две атаки. Вопрос, будет, концентрэйт есть или что-нибудь такое? Можно взять, да, фокус, но он сбрасывается в конце всех, ну, после того, как всходят все. Его можно тратить на то, чтобы атаковать, но не защищаться. Для защиты есть защитная стойка. Для этого нужно... Да, конечно, я пока расскажу. Для того, чтобы уйти в защиту, вам требуется заявить, сколько действий вы на это тратите и сбросить ровно одну карту. Если вы ушли с полной потратили на то, чтобы защищаться, у вас будет защитная стойка плюс два, дефенсив плюс два. От того, насколько у вас высокое значение дефенсив, столько плюсов получаете к защите, ну, к дефенс флипам. Вопрос. А между сидениями вот эти стенки, они высокие или это низкие ряды? Собственно, они примерно... Короче, вот кресло. Ты сидишь... Ну, то есть, перебраться сидеть можно. Так как билет в Малифо стоит довольно дорого, то и там достаточно высокий уровень комфорта. Сидения, считаются софт-кавером, если вы будете как-то стрелять между ними. Понял. Я напомню, для тех, кто не играл во вторую редакцию, Виталик у нас отошел, софт-кавер это минус на попасть, хард-кавер минус на попасть и на урон. И последний вопрос, а вот мой фортик, я его успел уже перезарядить, чтобы сфотить еще или еще нет? Я скажу, что да. Ну вот, Гаррет оборачивается, видит кукол. Сразу уточню, а почему мы решили, что они со злыми намерениями к нам идут? Они протягивают к вам руки, деревянные. Да, и немного удивленный этим, весьма удивленный этим, со смешанными чувствами сначала задумывает, потом собирается немного, прицеливается, выбирая кадр получше, и ближайшую к себе куклу фотографируют, озаряю яркой вспышкой. я беру концентрит и делаю атаку фотоаппаратом с фокусом. Да, я помню. У меня фотоаппарат написан на... Вот эту? Ну, ближайший вопрос, да. Ребята, у вас линейка в сантиметрах. Это здесь проблема, которую мы не смели найти. Собственно говоря, левая в 6, в 6 дюймах, правая в 5,8. Ну, я ближайшую пытаюсь сфотографировать, прям вот чтобы получше. Если что, обнажать, я замерю. Да. У меня раньше как раз 6, этого достаточно, а вот какой размер стата на фотоаппарате я не очень пойму. А вы это стат, Да. это суммарный твой стат плюс. Ну, короче, да. Ну, у меня стат плюс 2, соответственно, я пытаюсь с фокусом ее сфотографировать. Если что, можно переключать сантиметра и дюйма. Да, кстати, наведи на линейку слева. Да, там слева видишь менюшка такая, где там Т. Мы нашли, мы нашли это, мы не могли при подготовке это найти. А, все, нашел. В смысле, а что вы меня не спросили, я шарю? А ты занят был? Простите. Ну вот, и пытаюсь сфотографировать, я получается флипаю две карты. Угу. Окей. С фокусом? Да. Как фотать без фокуса? Это будет фотка в расфокусе. Так, блин, карты просто роскошь, Марсель, дай бог тебе здоровья. У меня пока 11 суммарно. Ага, ты пока преуспеваешь, разница в 1. Ну, это с ловинг и стант, но стант тут не работает. А, стант работает, если ты нанесешь большой урон. Чистый флип на дамаг у тебя, Колян. Разница в 1, это в чистую, значит, урон, да? Да, ну, в том случае, да. С ловинг. Хорошо, я тогда флипаю. Зачем тебе перезарядка была нужна на фотик? Ох, это Севир. Это Севир. Отрабатывает свойство стан, по-миному слову. Да. Ну, собственно говоря, флипни еще одну карту. Быть любезен. Ну, вот они все хорошие пошли. Это средний. А Виталик жаловался. Да, Гаррет, ты видишь, что твоя яркая вспышка сумела поймать достаточно хороший, как тебе кажется, кадр. Ты видишь, что кукла, не привыкшая ярким, к настолько яркому свету, слегка опешивает и путается в своих собственных нитках. Мне будет надо действовать в следующем ходу. Вопрос, а то, что у нас вот я средний флипнул, если я его на большой почищу, что-то поменяется? Это критический эффект. Собственно говоря, твой фотоаппарат навешивает свойства станинг. Станинг говорит, что если ты наносишь большой урон, ты флипаешь еще и малый крит. Малый крит, у меня здесь отдельные таблички есть. На девятке криты читить нельзя, сразу скажу. Да, девятка, девятка, это хороший крит. Девятка это слоу, то есть кукла будет замедлена в следующем ходу. То есть у нее два слоу. Кайфово, ты шликнул. Да, ты попал. Понял. Я на этом закончил, это два действия. Хорошо. Дальше у нас Джейкоб, твои действия. Видя все это, вспышки камеры, видя как будто как зомби идут к тебе, вот эти куколки, Джейкоб слегка бледнеет, но пытается сохранить внешнее спокойствие. Скакивает с места, прижимаясь к окну, чтобы была прямая линия. Если что, достать оружие, одно действие. А, достать оружие, одно действие. Ага, все, тогда не приживается, забыли об этом. он выхватывает откуда-то из-под плаща револьвер и разряжает выстрел в марионетку один. Хорошо. Флипай. Ой, божечки, сейчас еще флипы пойдут, ужас. Конечно, конечно. О, попал. Неплохо, это у меня в сумме будет одиннадцать. Ты не поверишь, разница в единицу. Не поверю. The Hell Death Fuck Wars. Оно получается с минусом. Конечно. Первая карта будет средней. Вторая карта будет средней. Два средних. Нормально, нормально. Да, это мой револьвер, это три урона. Угу. Блин. И после того, как он стреляет, такой, да не сидите вы! Выкрикивает. Кричишь на остальных, да? Да. Хорошо? Закончил. Что ж, дальше у нас начинают ходить марионетки. Угу. Собственно, ближайший из них пытается чаржить тебя, потому что ты обошел с марионеток. Марсель. Вот. Такс. Ближайший из марионеток пытается чаржить Джейкоба. Проклятие. Джейкоб, тебя летят атаки деревянными кулачками. А ты больно? Защищайся. Да, Джейкоб не очень хорош в защите, поэтому двигает колоду. Угу. Так, давай я почичу? Пахнет провалом пока что. Да. Я хочу вот восьмерочку. Это сколько у тебя? 11. Ребят, если вам не сложно, просто озвучивайте ваши флипы, какая там суммарная штука, чтобы зрители тоже понимали, что происходит. Да, у меня бы было 6, но так я хочу сделать 11. 12. Да, ты успешно защищаешься, но так как у нас вторая редакция, Малифо, чашка. Вторая атака? Да. А от первой атаки он буквально, когда видит кулачки, они практически доходят, он полами плаща задевает руку, которая проходит мимо. но вторая атака летит в него и она сейчас, возможно, меня убьет. Нет. Нет. Но он буквально прокручивается вокруг себя и второй частью плаща отбивает еще одну атаку. Благо, сейчас его лицо не видят его сопартийцы, потому что оно в шоке, что это сработало. Хорошо. Хорошо. Следующая кукла. Гаррет, ты видишь, как кукла ослепленная, запутающаяся в своих нитях, которые должны ее держать. Собственно, доползать до тебя ты у нее все еще не венгейджа, на удивление. Угу. Да. Так, здесь они бесконечные, здесь они бесконечные. Отлично, значит... Знаете, что это в воздухе? Это запах слабой в воздухе. Ха. И вайло! Куколка мелкими цепками ручками пытается вскарабкаться и останавливается примерно вот здесь. Угу. Удивление, все еще не держат венгейджа. А это врывается прям посередине. Да мне как будто будет достаточно, смотря на карту сейчас. Мне бежать даже некуда. Что ж, дальше у нас Фиджеральд. хорошо. Я хочу уточнить у мастера. Мастер, подскажи, пожалуйста, насколько я от происходящей ситуации свихнулся? Ты чувствуешь достаточно сильное головное, что эта головная боль ударила тебе? Насколько сильная опасность я ощущаю от этих кукол, от происходящей ситуации? Ты видишь небольшие сполохи огня на кончиках своих пальцев? Значит, время зажигать. А если ты об этом? Давай так сделаем. Я хочу во-первых, что сделать? Хочу за нулевку и сделать имбу протекшн на себя. Потому что я вижу опасность, которая надвигается к моему персонажу. Я сбрасываю туз томов. Не знаю, это, наверное, не видно на экране, но я сбрасываю его. Соответственно, чтобы за нулевку получить на себя инкорпорил одноразовый шилд. Дальше я сбрасываю двойку масок, чтобы вшить в свой следующий флип, чтобы вшить в свой следующий флип тома. за оксфордский метод. Оксфордский метод позволяет тебе за два действия просто кастовать. Хорошо, тогда я просто буду использовать оксфордский метод. Все, хорошо, договорились. двойку масок возвращая на руку, оксфордский метод, я хочу пошить себе тома, чтобы успешно скастить. В это заклинание я вбиваю огонь, ТН плюс 3, я вбиваю в это заклинание бласт, и я вбиваю в это заклинание сейчас я подумаю. Хочу, чтобы все горели. Знаете, что меня смущает в этой истории? Что я стою прямо посередине. Я вбиваю в это заклинание второй бласт, короче, будет плюс 7. Итого мне нужно 12 томов, если не ошибаюсь. Я напомню, что бласт в ТТБ работает на все цели в двойке, в двух дюймах от оригинальной цели. Ага. Не в... Не облину. А померь, пожалуйста, вот от самой дальней от меня марионетки, которую вот я вижу. Вот это вот, да. Кто будет задел? Кто зацепит двоих. Марионетку, которая уже продамажена, и, как ни странно, гарта. Хорошо, тогда я немножко исправлю свои показания. Я вошью огонь, я вошью increase damage, я вошью increase damage. И буду убить марионетку, которая зашла между нами всеми четырьмя. Это плюс семь все еще, то есть мне нужно двенадцать томов. Напомни, что я должен сделать по оксфордской методе еще раз, пожалуйста. Оксфордский метод позволяет тебе кастовать заклинание, потратив на него на одно, ты обязан тратить на него на одно действие больше. я не буду тратить на одно действие больше, я обязан. Ты обязан тратить на него на одно действие больше, но ты автоматически можешь шить себе любую мать, какую хочешь. Хорошо, в таком случае я пошью тома. У меня интеллект, сейчас я скажу секундочку, мне нужно прости на это заклинание какой навык? Это интеллект плюс сорсери. Интеллект плюс сорсери, если не ошибаюсь, то много. Сейчас, секундочку, извини, да, шестерка. То есть, мне нужно в итоге флипнуть семерку или больше. Так, ты у нас флил один раз файр, и сколько? Два раза инкрест демидж, да? два раза инкрест демидж, это плюс семь. И изначальная сложность пять томов. Да, да. Все, значит, я ищу семерку. Это оно. Хорош. Итого, сколько у тебя? 13 плюс шесть это мой стат, 19 минус семерка это ТН. Оно не вычитается. Хорошо, значит, 19. То есть, у тебя 19 на атаку. С двумя томами. И у меня будет триггер. У меня будет триггер. А, нет, не будет. Нет, Нет, будет, потому что я могу пошить за охотерскую методу любую масть, это будут перья. А до флипа я шел тома. Окей, без триггера. Если сейчас красный достанет, получается, ультанул. Получается. Я в одну цель это делаю, поэтому какая разница, какая карта, скажи, пожалуйста. Чистая с минусом. Не, чистая, чистая. Чистая карточка. Да, чистая карта. секунду. Всю колоду флипай. Это маленький. Если я сделал два инкрест демеджа, это... Это будет четыре у тебя демедж лайн. Маловато. Я почитю, если вы не против. На большой? Да. Это будет четыре... Ну, я понимаю, я просто вот сюда показываю. Четыре урона плюс бернинг. Ты видишь, что кукла сгорает. Можно я отыграю свой урон? На здоровье. Я вижу, что мои пальцы загораются. Я вижу, что ситуация критическая и максимально психоделическая происходит вокруг меня. Мои руки загораются, как знаешь, короче, в прототайпе было, когда у меня там нарастали всякие штуки. Вот. Этот огонь, он меня самого жарит. Я просто хватаю куклу за горло и бросаю ее в землю вместе с фаерболом. Бладиэл! Кинематографично. Так работает. Угу. Так, Сфиджеральд, у тебя все верно? Все так. Я наложил на себя щит, сделал за двушку заклинания. Да, все так. Сэм, после того, как ты осматриваешься, видишь вот эти деревянные куклы, снова у тебя появляется ощущение приступ тяжелого кашля. Ты смотришь в руку, ты видишь там остатки крови. Угу. Собственно, при этом ты успеваешь ощутить, что у тебя очень холодная рука. Отлично. Это как-то влияет на мою способность двигаться? Нет, нет, я просто нарративно описываю твое состояние. состояние мое не очень. Соответственно, поскольку тут я не могу ходить сквозь толпу людей вот этих вот трясущихся малолеток, придется лечь расстолкать их вот по центру, думаю, прижать их к их сиденьям. Ну, он тут не пролезает между ними. Наверняка. У нас не это. Мы за миллиметры не мандим сюда. Виктор, мы нарративные игроки, поэтому не парься. Нарративные игроки как правило кинематографических хоббистов. Окей, но я думаю, что все равно как бы початывать отсюда не смогу. можно дать ударить. Да, да, именно так и будет. То есть сам подожди, надо охватить себя. Соответственно, как-то да, вот он немножко раздвинул. Сейчас станем четко перекрыл с собой, так сказать. Да. И, соответственно, голыми руками с такими толстыми, желтыми ногтями он бьет вот эту вот марионетку, ту, которой плохо, по которой стреляли. Это будет мой фигелизм у меня. Вот. Вот. Удары кулаками у лица. 5. Бьешь от пятерки? Нет, подожди, я бью тройкой своей. Рейтинг тройка от майт. От силы. у меня пятерка должна быть. Марсалис, я правильно помню, у персонажа Вити был прокачанный хорошо пугелизм, и там улучшенный дамаг с руки. Да, нет, у меня там не улучшенный дамаг с руки, у меня там есть триггер на второй. Сейчас посмотрю. Нет, у меня классовая способность, что я игнорирую один армор, поскольку у меня острые когти и зубы. соответственно, давайте что-нибудь флипнем. Не всю колоду. Один пункт брони, И мы нашли 5 плюс 8 это 13. Пограве я сказал. с одним минусом. С одним минусом. Если бы у меня в руках был кастет, я мог бы этот минус поигнорить, но у меня его нету, поэтому я буду с минусом это сейчас, подожди, проверю. Еще раз прошу, ты бил по уже поврежденной кукле, да? Да, я бил поврежденную куклу. Попробуем сейчас с минусом добить. Что ж такое? Это маленький, и красный джокер, давай, давай, красный джокер, должен быть. И еще один маленький, это выглядит как один урон. Ты не поверишь. Ей хватило. Кукла, которая была повреждена метким выстрелом от Джейкоба, разваливается на части, на деревяшке, прямо перед тобой. отлично. Сэм удовлетворенно разминает пальцы руки, которые он просто вмял эту куклу в пол вагона. Неплохо для верзила. Джейкоб не выебывается, он просто смотрит на Сэма и такой спасибо. Напомним, что позади Джейкоба все еще надвисающая угроза. Как помню, она не engaged меня еще. Пока никого. Которая сзади engaged. В смысле, ты говорил, что она никого не engaged. Да, я только не engaged. Третий, который за вашей спинкой уже мешается. по крайней мере, она мешает Джейкобу. Собственно, топ раунда Гарретт. Гарретт, пользуясь неразберихой, понимая, что сводить кто он сводил, надо тоже что-то делать, делает вид, что что-то подобрал с пола, но на самом деле вытаскивает с кармана гороту и пытается подобраться к кукле сзади, чтобы как-то ее обхватить, повязать, сломать ей пару деревянных косточек. Пробегаешь по кожаным сиденьям, по кожаным, по кожаной обивке сидений. Да, и делаю атаку. Давай. гарт хотел сделать вид, что будто он что-то подобрал и этим воспользовался, а не то, что у него это с собой всегда было. Это у меня 12 суммарно на гороте. С одним минусом пока что. Ну, меня это полностью устраивает, с одним минусом триггеров у меня нет, так что раз. Это средний урон, это два урона, чокинг и ловинг дедли, вот это вот все. Как они флипают? Как же они флипают? Ну, на самом деле у флипа говна так-то. Как скажешь. Не знаю, средний на пистолете у меня очень хорошо. Средний флип со своими проблемами. Ты слышишь резко дерево от куклы, которая начинает сдавливаться под твоим под твоей коротой, как леска начинает прорезать ее. вы видите, буквально Гаррет одной ногой даже может быть упирается ей в плечо и тянет на себя изо всех сил какую-то струну, пытаясь ее придушить. Должна быть мощная шутка про марионеток и веревочки. ну вы сраные ублюдки, блядь, какие мы отморозки на самом деле. Куклы должно быть еще слоу, если что. Ага, Джейкл в этот момент оглядывается, видит марионетку, нависающую над ним, он такой, черт, горит шестинский парень, жги ее, и я хочу скинуть карту, использовать два экшена, или нужно два скинуть, чтобы в дефенс стойку встать. Смотри, ты тратишь сколько действий сколько хочешь и сбрасываешь одну карту всегда. Я сбрасываю двойку, и да, я получаю плюс два к дефенсу. Два плюса. Ну, дефенсив плюс два. Да, не плюс два, а два флипа дополнительных складывать. да, два плюса на защиту будет. Да-да-да-да, я это сделаю. Надо было на другого человека кидать ноки. Чего? Я неправильно оценил ситуацию, надо было на другого человека кидать ноки. Забей. Не думаю, что это зароляет. Ну, кто ж знал. Ну, в данной ситуации я, конечно, заботился о себе. Логично. Положу на тебя два шелда, это пока так. Ага. Здесь маркеры, значки и кондиции из нашей любимой третьей редакции, поэтому потом постараюсь это адаптировать. Что ж, марионеточка, видя у тебя пистолет, пытается ударить тебя. Угу. Деревянным кулачком попасть тебе по голове. Защищайся. С плюсом. Или с двумя плюсами? С двумя плюсами. На трех картах. Хуя. О! по-мужски. Черный. Нет. Че сразу черный? Я черный еще, не переживайте, очищу колоду. Вторая атака? Да, буквально первую атаку он отражает, ударив рукоятки пистолета по руке, летящей в него. Прятал за сидением. Упс. Упс. А вот, к сожалению, следующий он вряд ли отразит. Это всего лишь восемь. Восемь. Она бьется одним минусом. Ага. Ты чувствуешь град деревянных кулачков, который начинает пить по тебе, пробиваясь к твоим костям сквозь одежду и плоть. Они пытаются нанести тебе такой существенный дробящий урон, насколько это возможно. С минусом или мне это за тебя сделать. Еще раз. С одним минусом урон по тебе. Я флипаю, да? Да, да. За урон по себе флипаете вы. Да. Ох. Я лег, Что ж, это космические три урона на максималке. Уф. Плюс один или нет? Нет, три. Ты в одном хп. А, мы видели. Здесь не большой крит. Флипни еще одну карточку. Красный это просто чистый большой урон тут, да? Большой урон и большой крит. Там могут быть последствия. А. Нет, большой крит. На красном это большой крит, большой урон. Да, ладно, согласен. Ага. Семенка. Да, я вижу. Собственно, ты видишь, как кукла случайно зацепила на твоей руке одну из вен и ты чувствуешь, как резко начинает из тебя выходить кровь. Ты получаешь состояние бледеналт плюс один кровопотери. Уф. Напомню, что она делает? Плохо. в конце хода после того, как все проактивировались, ты увеличиваешь значение этой кондиции на один. Как только она достигнет значения десять, ты умираешь от кровопотери. Какая прелесть. Это надо заделывать. Это может отлично изменихиваются. Я пока одного персонажа попридубываю. Нет, ты, блядь, не сдохнешь в мою смену. Да, если что, считаю бледеналт как критическую кондицию, а не как критический эффект, а не кондицию. Если что, для всяких эффектов. Так. Давай вот так пока сделаем. Тоже. Ну, я попытался найти черный. Вы видите, как кулачок достает живота Сэма и буквально он выплевывает кровь изо рта, когда что-то внутри у него лопается. Возможно, это просто кровеносный сосуд, а возможно, что-то хуже. Терпение. Хорошо. Фиджеральд. Да. А у нас замедленная кукла же. А, точно. Пардонте, я не увидел за вашими портретами. Сэм. Да. Кукла пытается дать тебе отпор. А, стоп, стоп. Куклу держит сейчас у нас Гаррет. Гаррет кукла пытается бить тебя, пытаясь освободить, вырвать у тебя чуть ли не из рук вот эту твою Гароту. Крепаю. Давай. Так. А сейчас черный. Погнали. Нет. Ну, я почитю, наверное. Типа, у меня защита, по-моему, четвертая, сейчас я посмотрю. Там же по ивейду, да? Спид или ивейд, смотря что выше. А, окей. Дефенс 4 получается. 2 плюс рейтинги ивейда, да. У тебя 4. Давай я положу вот так десятку баранов, это 14 суммарно. Положи возле своей колоды. Угу, хорошо. Успешно защитился. Хорошо. В таком случае Мария неточка отходила, дальше у нас ходит Фиджеральд. Я вижу, как моему новому товарищу отрывают лицо. Я давно не видел людей, я по ним соскучился, и эти люди мне, в принципе, понравились, даже несмотря на то, что они, ну, в принципе, это ублюдки, на самом деле. Вот. И я вижу, как моему другу буквально вырывают вены из рук, и это приводит меня в ярость. Я говорю, как в аниме, короче, знаешь, такой, урод! Ты поплатишься за это! Это будет Elemental Projectile. Я зашью туда огонь. Она тебя не ингейджит, а нет, дальше дальше. Не ингейджит, ты говорил, что меня не ингейджит. Да, это будет огонь. А Friendly Fire не будет, не будет, не будет. Рандомишь. Чё? Ты рандомишь? В смысле? Я сенсор. Минус был, во второй редакции был не минус, во второй редакции был рандом. То есть, ты будешь флипать за каждого персонажа, который в двойке от твоей изначальной цели, и тот, у кого будет значение на карте будет меньше, тот получает урон. Я не настолько безумный. Я не настолько безумный. Сейчас я подумаю, как делать лучше. Смотри, короче. Минус был снимать для лейтенот. Я, наверное, возьму, хотя, или я настолько безумный. Слушай, наверное, я настолько безумный, да, ПТСР, вся хуйня. Короче, да, я реально сошел с ума, я буду рандомить. Хорошо. Вопрос, а смерть сливает кондиции? Да. Итого, мне нужно 5 плюс 3 плюс 2, это 10. Да. Ну, это мавши ты, потому что я... Сперва рандомь, то есть, флипаешь по одной карточке за куклу и за Джейкоба. Если что, ты можешь это читить. Читить можно. То есть, ты можешь двойку положить за куклу, чтобы она была гарантированным попаданием. Хорошо. Итак, это последняя карта? Нет, нифига. Это кукла. Да. Это твой, мой друг. Ага. В друга, кажется, не попал? Не, меньше. У кого меньше? Меньше у Джейкоба. У Джейкоба. Это меня. То есть, я правильно понимаю, я попадаю в куклу. Наоборот. За куклу 10, за Джейкоба 4, да? Так, да. У кого меньше, тому повезло меньше, соответственно. Ага, понял. Давай в таком случае, я на куклу вот так вот кину двоечку масок. Хорошо. Так работает. Спасибо. Ну, извини, я не хочу убивать своих друзей. Я, конечно, сошел с ума, но нет. Ну, там совсем. Ну, кукле, на кукле надо оторвать лицо. Теперь, ты кастуешь. Хорошо, теперь каст. В чистую карту, правильно понимаю? Да, да, ничего тебе не мешает. Это восьмерка с рамами, но у меня шитые тома мне хватает. Сколько у тебя? Восемь плюс шесть, это четырнадцать. Мне нужно было по итогу получить десять, если не ошибаюсь. Да, разница маленькая. Минус одним. С минус одним флипаем. Простите, это будет долго. Это маленький. Плюс один урон, два урона. И огонь. Угу. Ты наносишь ей два урона и поджигаешь ее. Еще? Да. Детка. Так, и я хочу это отыграть. Я буду все отыгрывать, извините. Урод. Моего нового друга, не трожь! Я хватаю рукой эту куклу вот так вот за лицо, знаешь, короче, вот так вот прям. Вот. и моя рука горит. Вот это, в принципе, все, что происходит. Угу. Хорошо. Кукла покрывается углями, тажей, продолжает двигаться, даже будучи охваченной огнем. Сэм, ты все это видишь? Я все это вижу и бью ту куклу, которая рядом со мной. Угу. Хорошо. Давай. Угу. Продолжай убить. Мы его теряем. Просто тут, просто, просто тупо кулаками. Хорошо. Меня слышно? Да, тебя слышно, Ветя. Ты немножко драпаешься. Так вот, это мой флип. Ну, вот как-то так, да, это 16. 16 против 10 со своим. Прекрасно. это средний. Средний у меня аж 3. Аж 3 это 3 водорода? Я правильно понимаю? Аж, да, все так. Кукла в руках Гаррета обмикает, распадаясь на запчасти, деревянные суставы, конечности. и не слишком увесистая тельца. Отлично. Отлично. После этого Сэм, наконец, запускает правую руку всю, значит, в занозах от этой куклы и из глубокого кармана пальто достает бронзовый, такой, значит, потертый кастет и надевает его, соответственно, на руку. Вот. Готов продолжать потом. Хорошо. Такс. У нас конец кода. Берлинг. Да. У меня увеличился блидинг на два. Теперь у меня два блидинга. Не бойся, мы это не забудем. Я напомню, что берлинг у нас наносится весь разом, после чего сбрасывается во второй редакции. Все так. Флэшбэки. Ну, один берлинг. Да, да, я его нанес. Минималка два плюс один берлинг. Верно же было? Все так. Хорошо. Гарретт. Скажи мне, мастер, я как-то вообще за экшн до нее добраться пешочком могу? Какой у тебя параметр ходьбы пешочком? Ну, там просто еще препятствия всякие, я поэтому спрашиваю. Волку у меня пятый. Я скажу, что тебе будет трудновато. Первым режимом второго не достану. Типа залезть просто напрямую не могу из первого ремонта достать. Сможешь, пускай. Вот, я думаю, все-таки помочь товарищам, раз там кто-то истекает кровью, подобраться поближе и схватить эту куклу за то, за что могу дотянуться своей горотой и как можно сильнее дернуть на себя, пытаясь выручить. ровно в единице. Да. Окей. Флипаю просто. Да, конечно. Это у меня стат 4-й 12. С одним минусом. Окей. С минусом. Чёрн, чёрн. А вот это Black. Слов, я так понимаю, не срабатывает, если Black на уроне. Кукла, ты слегка запутываешься, что есть нить, которую ты обхватывал, а что есть нитка самой куклы. Я думаю, мне сидение в процессе мешает и помирающий рядом Джейкоб тоже не очень помогает с этим вопросом. застатки своей жизни. А, кстати, да. Гарретт... Начинается твой ход, твоя защитная стойка заканчивается. И в этот момент он склоняется, держась за кровать течения, закрывающую рану, поднимая глаза на куклу, выбрасывает руку вперёд первым действием, доставая скрытый там нож, ну и вторым действием, нанося удар ей просто, наверное, знаешь, даже по струнам, которые её держат. опробуем. Давай. Но, видимо, удар промазывает. Так. И он замирает такой, сука. Досада. Закончил. Угу. Единичка, да, грустно. Гаррет, ты видишь, как марионетка пытается копошиться, схватиться за тебя и повозможность сломать тебе пальцы. Да, у меня вопрос, если чёрный на урон был, слоуд не проходит? Нет, автор дамаджинг. Окей. Защищаюсь. Это много, это 17. Это вторая атака. Королевская. Чуть-чуть для ножа не дотянул. Ой, как он по-королевски защищается. Что ж, ты держишь на руки, знаешь, как она пытается размахивать кулачками, она просто не дотягивает тебя физически, пытается схватиться за руку, ты её слегка отпинываешь ногой, прячешься за сиденье. Она не может просто за тебя добраться. Ты чувствуешь, что контролируешь ситуацию? Не знаю. Гаррет чувствует, что он весьма хорош в том, чтобы избегать попаданий в лицо. Фиджераль. И пока этому рад. Ну, короче, я уже в какой-то крайней степени безумия должен быть на текущий момент. Рандомить по-троим? Рандомить по-троим. Блин, ну, на самом деле, с точки зрения моего персонажа, это будет даже слишком глупо. Всё-таки интеллект у меня третий. Давай так, я чаржу и пытаюсь просто ногой вытолкнуть нахрен эту куклу. Хорошо. Хорошо, старый добрый кулачный бой. Всё так? Чё флипаю? Рассказывай. Ну, собственно, ты флипаешь свой майт и пугелизм. Если у тебя пугелизма нету, то чистая сила. Сила у тебя равна нулю. Так, я сейчас открою там вроде бы дэмэдж лайн, если ты не обучен ближнему бою. 0-1-2. 0-1-2. Хорошо, окей, я просто подбегаю и со всей дури пытаюсь пынуть куклу. Угу. Пока что 11. Ты даже попал с одним минусом. Сюда. Давай, ты можешь. Ну, давай попробуем. Это средний. Это большой. Получается средний урон. Мощным пинком ты выпинываешь куклу так, что она отлетает за соседние сиденья. Думаю, обгоревшие части буквально разваливаются от пинка. Я кричу. Сдохни, сдохни, сдохни. Да. На этом боевая, драматик тайм боевая часть заканчивается. Вы можете сбросить с руки любое количество карт, после чего добрать до трех карт руки. До трех? Я сбрасываю дохрен четверку. Марсаль, если у меня ноль карт на руке, я могу добрать три. Правильно я понимаю? Да, все так просто. Роскошь. Лучше гэм на земле. Ладно. Я просто знаю правила. Блин, вот это уже хорошие карты. Я, наверное, сброшу шестерку и доберу две. Хорошо. В этот момент Джейка поседает на сиденье, выплевывая кровь, такой, кто-нибудь может помочь, пожалуйста? Я хочу осмотреть его ранение и помочь. Сэм попробует опередить и загробастать его своими здоровенными лапами, прижать его к сиденью таким образом, чтобы рана была видна. его открытая рана на руке, из которой вытекает достаточно большое количество крови. Что ты творишь, вон, залатать быстрее ты? Бал. Тогда, я думаю, что Сэм пользуюсь тем, что никто ему не пытается мешать. Рвет, дергает на себя рукав рубашки и его пытается порвать и, соответственно, замотать ему эту рану, получившимся таким импровизированным бинтом. Во всем этом процессе, я думаю, вы подмечаете то, что Гаррет, он как бы такой, не означая смотри, марионеток, но гораздо интереснее ему то, что там с Джековым происходит, и он с каким-то нездоровым интересом на все это смотрит. То есть, в его взгляде нет такого, что страшно или срочно надо человеку помочь. Нет, он смотрит на это с интересом. Сейчас бы я это заметил, пока меня не оперировали, мне не было больно, я подумал, что ты сраный ирландец. Ты не мог ирландец. Так, я думаю, что мне нужно пройти какой-нибудь доктор-челлендж. Смотри, есть две проверки. Первая проверка, просто оказать первую помощь, это сложность 5, плюс за каждую степень успеха, то есть за каждую пятерку сверху, плюс одно ХП подлечить. Это самое простое, после чего ты не можешь использовать против этой же цели, на эту же цель, оказание первой помощи в течение часа. То есть просто ХП подлечить. Остановить кровотечение важнее. Сложность доктор 15. А доктора чего идет? Я с ним справлюсь. У меня проблемы с интеллектом, поэтому это будет первая помощь. То есть вот замотать кое-как, чтобы оно немножко подлакалось. Давай, давай попробуем. Витя, пиши только, пожалуйста, свое заматывание. Ну, собственно говоря, Сэм оторвав с мясом рукав. Как он есть, значит, там с кровью совсем, вот с попрежденной руки вот он его оторвал. И, соответственно, грубыми движениями, совершенно не задумываясь о том, что пациенту плохо от этого, вот он, значит, пытается туго затянуть вот эту рану, значит, получившейся тряпкой. Ай, fucking bullocks. Давай, что ж, тащишь туда, а? Справишься. Опа. Персон, нет! 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 Она сейчас на центр стола приземлится. Путешествие к центру стола. Она должна приземлиться сейчас на центр стола. Нет, она не будет. Я буду очень недоволен. Вот, она туда улетела. Она туда улетела, да. Эта семерочка с моим минус первым доктором это соответственно Боже! Это 6 там за пятую, за каждую пятую разницу? Да. Ну, давай я потрачу потрачу с руки вот такую карту. Это будет соответственно 11, то есть это будет 10, то есть это будет у нас одна дополнительная степень успеха. Угу. Вот. в процессе вот этих медицинских манипуляций самоблизывается и так явно сдерживает себя, чтобы делать только то, что нужно. Спасибо, конечно, но все равно хорошее. Я что-то не хочу бегать, поверь. Ну, тут надо тратить стрим. Че ты творишь вообще, я достаю из широких штанин ну, что-то похожее на эластичный бинт и пытаюсь перемотать кровотечение. Кровотечение нужно улететь в первую очередь. Он уже сечет кровью и умрет. Я хочу пройти докторскую проверку на извлечение кровотечения. Попробуй. Хорошо. У меня доктор 1, интеллект 3. Пытаюсь. Мне нужно 11. Это 11. Аху, флиппы. Аху, хорош. Я вижу в этом флиппе тоже бойцов. Я очень аккуратно усаживаю своего нового товарища Джейкоба на сидение, перевязываю мужгутом руку в нужном месте и кровотечение по-моему останавливается. Тут уже это я расскажи. Джейкоб стабилизирован, он будет жить. Оглядывая соответственно Себа и Финджеральда. Вот. Спасибо. Мастер, можно заявочку? Да, слушаю. Пока там все крутились и поняв, что человеку помогут, он не сдохнет в этом поезде, кажется, пока что. Гаррад потерял всякий интерес и пошел лжиться в чемодане, пытаясь посмотреть, что там было еще внутри интересного. Собственно, внутри деревянного чемодана, которым краской написано великолепный Сессо, находят документы того старика, его звали Вито Сессо, Небольшие заметки. Небольшие Судя по всему, он пытался написать письмо о том, что это была его первая поездка в Малифо. Адресат не указан. Также ты находишь здесь какие-то тряпицы и небольшой реквизит, необходимый для выступления с марионетками. Ничего замечательного похожего на магические какие-либо приблуды или на дополнительные запчасти для кукол ты не находишь. Обшарив все это, я вот беру, может быть, какое-то письмо с описанием его впечатлений, прячу себе в сумку, и Гаррет начинает немного витать в облаках, думая, как бы сформировать из всего этого статью. Безумный кукольник убивает людей в поезде. Нет, 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 слишком мало. Начинает он шаботать себе поднос. Отбегу на минуту. Не только собирался дать описание. Ну, можем сделать после такой боевой сцены небольшой перерыв на минуту-полтора, я думаю, может, наши зрители перемотают, как вы считаете? Да. Да, можно. Пойду. Хорошо, да, прервемся на чай, прошу прощения, просто перемотать этот момент, я думаю, что тайминг какой-то будет. Да, ты можешь просто подрезать на монтаже. Могу, но тут будет, наверное, часа четыре, поэтому я не буду этим заниматься и носилась в компьютер. Наши уважаемые зрители могут понаблюдать это время, как наш Гаррет пространно путешествует по квартире. Да, дорогие зрители, квартирка у меня небольшая, поэтому скоро открываем OnlyFans, где будем собирать на новую жил площадь. Я уже думал, наш товарищ помрет, если честно, потому что я посмотрел, что у меня-то карточка на руке есть тренажка, но проблема в том, что у меня интеллект нулёвый и доктора нет в принципе. Ну, там был один запасной способ, как это можно было вылечить, поэтому, скажем так, не всё так плохо. Да, но красный я нашёл шикарно. Да, да, я поищу Джокера. Я не тыщил какого? Это да. Скрытый нож у него в рукаве. А, вы посмотрите на этого человека, убийца, точно убийца. Это обычный охотничий нож с правилом консива был. Да, разве приличные люди так улыбаются? Нет, вот это улыбка приличного человека. Сказал человек с гормотой. Я просто подобрал какую-то сумму, которая лежала на полу. Ничего унижения такого. Нет, всё. Самоуважение и респект. Чтобы вы понимали, у меня на руке было 8, 2, 4. Нормально. Это как Марсель и ты слышал шутку. Главная шутка того, что я написал себе лист, взял себе класс, который говорит, что если я такую неожиданную получаю возможность сушить любую масть, а фишка том, что ни на одной атаке у меня нет триггеров. Ну, что ж, успех. Да, но я могу вшивать боюсь, потому что. я вообще не про атаки, я формально очень скилл себе на один прокачал и все. Нет, у меня персонаж может и в социалку и в драку, то есть просто ему нужны определенные условия для драки. Крысу. Это да, отковать в крысу, как бы, да. Но я потратил очень много денег, чтобы взять все револьверы, он даже немножко окупился, потому что средний урон 3 это хорошо. Да. Но я скажу, что у тебя средний статистический револьвер 2-3-4. Да. Главное преимущество это большая обойма, вот это главное преимущество. Там, по-моему, 6 патронов? 7, ну, судя по тому, что я вижу. Да, мне сейчас нужно будет перезарядиться, когда вернемся. И это такая. У меня осталось ... Да, у меня, если правильно понимаю, осталось 9 патронов. Ага. Все? Все вернулись? Сейчас, секунду. Я буду гасить свет, поэтому видеть вы меня будете в приглашенных полутонах. я правильно понимаю, что сейчас на записи это будет момент, когда Виталий кропнет и вставит реклаб. Типа, ладно, Racist Club, гоняй с нами! Виталий, я только что вас узнал. Знаешь, только такой момент? Ты мне аппарату, фотоаппарату, прописал урон 0-0-0-0 и дал ему свойство слоуинг. А это статлайн, на самом деле, кого? Репортерша, кстати. Ну да, в этом смысл был. Зачем свой слоуинг, если при нанесении урона я не замедляю? Ну, это хомбрю, хомбрю. Дай-ка я открою. Да нет, просто забавно. Дословно звучит слоуинг. В смысле, минутка мандежа. Слушай, Марсель, а что ты поставил не меня в полный рост, а, кстати, портрет просто персонажа? Ну, ты был единственным, кто у нас давай тогда удалю этот токен в полный рост. А, я не могу. Я могу. Ну, да. Чтобы людей не путать. Все. Если что, вы можете редактировать информацию себе правой кнопкой и имя это, ну, name, то, что имя, которое вы наводите, description, это описание какое-то дополнительное. И вот, ладненько. Несмотря на то, что так, возвращаемся. Так, стоп, дочка тасована была у нас? Нет. Нет еще. Нет. Сколько там карты осталось? Одна. Одна. Все, я понял. Да, две оставалось, когда сам решил выкинуть карту за стол. Я был уверен в хорошем флипе, я примерно считал карты. Мы продолжаем? После битвы снова тишина начинает раздаваться по вашему вагону. Вы слышите только тяжелое дыхание ваших компаньонов, легкие шепотки, любопытное какое-то бормотание, доносящееся от Гарета, когда он пытается придумать новый заголовок. на момент вы начинаете осматриваться о возможных выходах, как ни странно, два выхода из этого вагона вперед и назад. Едва ли вы слышали истории, они были достаточно редки, Гарет точно слышал истории в газетах о том, что целые вагоны, целые поезда пропадали, когда они перемещались через разлом. Но, конечно же, это были просто рассказы, рассказы, иногда, может быть, даже сплетни малоподтвержденные. Тишина прерывается громким звуком, который доносится из задней части поезда, в той стороне. У меня есть маркер, у меня есть маркер. Вот так вот, мое художественное искусство. Как вы слышите, мужской крик. Господа, а мне кажется, нам надо ножками и Гарет начинает двигаться в другую сторону от крика. Смотря на это все такое, Джейкоб открывает барабан и с его плаща появляется патрон свежий, который он вгоняет в обоину, прокручивая такой ага, дергает слегка рукой и у него нож, на самом деле простой охотящий нож, но хороший, пропадает в рукаве плаща. Такая, ну да, двигаться. И я хочу в этот момент понять, осмотревшись, почувствовав, я чувствую, как поезд движется или нет? Нет, поезд стоит. Поезд сейчас неподвижен. Сука. А кто у нас сука заключенные? Есть ли вообще какая-то магическая, скажем так, подоплека в этом, что ты чувствуешь, наверное, какой-то перепад? Ты чувствуешь, что твоя магия становится гораздо мощнее? Ты чувствуешь, что когда ты зовешь огонь, он тебя слушается? Здесь магии гораздо больше, чем на земле. Понял. Вот с той стороны, где мы слышали крики, можно ли как-то прислушаться, присмотреться? Да, конечно. Слушайся. Нотис. Хорошо. Мой нотис. Последние карточки. Пока это происходит, вопрос, а вообще, насколько частая магия, ну, не в Малифо, а в мире? И насколько она легальна? На земле магии гораздо меньше, но она есть, особенно после появления первого разлома. Ну, до этого и тоже было немало. Это один из них. Но с появлением соустоунов магия стала гораздо больше, потому что игромеханически на земле минус на каст, а соустоунов вы можете решить себе плюс. Это игромеханически. Но магия полностью законна на земле. Или как? В рамках гильдии пока никто не знает. Да, да. Что-то уже зависит от законов конкретной страны. Гильдия имеет свои законы касательно магии конкретно в Малифо. Они очень хорошо представлены департаментов охотников на ведьм, которым можно познакомить. Глава говоря, оксфордской доктрины. Оксфордская доктрина относится к легальным, технически, но тех, кто ее использует, зачастую потом обнаруживают среди арканистов, и поэтому людей с этой доктрины берут на карандашик. Ну, понятно, что доктрины я не понимаю, но в целом ощущение моего персонажа от того, что вот рядом человек владеет пламенем, оно должно быть, что вот его сейчас вошейник в клетку посадить, или вау, круто, что у меня такой мощный союзник есть, или что? Ну, еще с точки зрения того, что он, ну, сам Гарретт такой, ну, подонок, немного. Ну, я имею в виду с точки зрения законности происходящего, условно, а не с точки зрения того, что он кричал, что там мы друзья. Есть факт, что он свободно шмаляет фаербол и должен, конечно, вызывать опасения, но, опять же таки, в зависимости от законов страны. Ну, то есть в Финляндии может быть каждый кидает огненные шары, и это там нормально, это национальный спорт. Претензии к тому, да. Понятно. Трягаться головкой сыра, качащейся вниз, и кидать огненные шары. Финский бросок фаерболана. Вопрос решен, спасибо. Я скажу, что есть ограничения, но, в целом, это нормальное явление. Да? Вы свои заявки отработали? Ага. Там нотичь отрабатывается. Да, нотичь. Одиннадцать. Собственно, ты слышишь сдавленный электрический звук, доносящийся с той стороны. Он на что-то похож? После того, как пропадает крик, мужской крик, после чего ты не слышишь больше звуков. Эмм. Я перетасовал колоду, поэтому можете все взять по карте. Еее. Да, а я за свое стремление беру две карты, да? Да, все правильно. Ну, наконец-то. А максимальный сейс руки сколько? Пять. Три. Нет? Не три разве? Пять. 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 Можно больше. Мне кажется, наш товарищ прав и нужно убегать. Такой. Но они могут прийти. Ты что делаешь? Пахнет. Ты что делаешь? Не то, не то, не то, не то. Оставь, оставь. Излишнюю колоду. Отсюда. Да, топлет. Остановись. Можно еще по одной взять. Мастер помешал колоду. Так, сейчас. По рукам дам. Смотря, откуда раздался крик, такой, ну, если там какая-нибудь крик, она пойдет же сюда. Ну, вот и валим. Он сам выголололопает и идет в другую сторону к противоположной двери и начинает ее дергать. Я пытаюсь взять подраненного Джейкоба и пойти в ту же сторону. Он фарикосует губу от боли такой. Не, не. Я сам пойду. Давай, двигай. Если что, я прикрываю. И буквально иду уже последним спиной с револьвером на изготовку, если кто-то проломит через дверь, откуда был крик. Вы движетесь в сторону локомотива. Правильно понимаю? Да. Угу. Сэм пытается открыть дверь. Хорошо. Дверь легко поддается. Когда ты открываешь дверь вагона, ты чуть ли не ты едва успеваешь прикрыть глаза, когда ты попадаешь в мир, наполненный серебристо-голубоватым цветом. ты успеваешь осмотреть эту пустоту, это отсутствие чего-либо между измерениями. Вот так странное существо... Простите. Рекламная интеграция. Странного рода существа, которые двигаются. Ты готов поклясться, что ничего хорошего от того, что ты находишься здесь, в этом своеобразном лимбо, можно не ждать. КСМ захлопывает дверь, оборачивается и медленно произносит туда ход туда нет. Не, пройти можно. Можно пройти, можно перепрыгнуть в дверцу соседнюю, просто тебе желательно не смотреть на то, что находится снаружи поезда. А, то есть вот так? Да, да. Окей. Тогда, наоборот, да, тогда он пытается проскочить. Он не очень хорош в проскакивании, но он попытается. Нужно ли что-то проверять, или он просто прошел? Нет, все работает. Ну, я следую за ним прям. Хорошо. Вот он прошел через тамбур, и он попадает в другой вагон, или там есть какая-то тоже дверь, перемычка, что-то? Дверь? Опять же-таки, вагон соединены только с цепкой, после чего ты попадаешь во второй, а потом уже и в первые такой же вагоны. Но они ощущаются гораздо более люксовыми, как будто бы более презентабельными. Когда вы проходите через них. Вопрос, мастер, пока мы проходим, могу я задержаться и подумать, а как бы эту сцепку расцепить? Конечно. Но тебе придется я скажу, что тебе потребуется дополнительный центринг, проверка твоей концентрации, потому что окружающее тебя меж межпорталье. А какой стат? Сейчас, секундочку. Там не обязательно говорить. Вообще, да. Ну, я могу просто флипнуть, мне без разницы, как бы, да. Пока это происходит, я буду... проверка, так скажем. Ну, ты можешь попробовать. Пока это происходит, на самом... Прости, говори. Пока это происходит, пока кое-кто пытается понять, как расти пить вагоны, Джейкоб, уже оборачиваясь, аккуратно убирая, не убирая револьвера, держа в руке, слегка разбегается и, закрыв глаза, совершает прыжок. Когда понимаешь, что свет его слепит. прямо вперед, вот, в открытую дверь. Хорошо. Нет, естественно, я пытался цепить вагон не там, где, блин, наши были. Я прекрасно это понимаю, подождал. Если вы об этом, ребят. Ну, как бы, это, аирландцам мы не доверяем. Я флипаю что-то, да, в итоге? Сперва центринг. Центринг плюс тенасити. Яркий свет, странные двигающиеся существа, своеобразные тентакли мелькают у тебя на периферии взгляда. Когда ты один. И желаю тебе удачи. Да, еб. Да, сегодня это не первый, это не ты последний. Пока это пять, центринга у меня такого нет. Вопрос, если я это успешно прохлипаю, я сразу смогу как-то отцепить вагоны или нет еще? Нет, тебе потребуется потом пройти, то это у нас будет, пускай, пускай, пускай. Ну как ты хочешь сделать это? Отцепить ручками? Ну я вообще пытаюсь понять, как там система закреплена, для этого эта проверка и идет. Пускай это будет инженерия, потом будет еще. Ладно, давай я на эту проверку положу вот так, 13 с руки, это 14 суммарно. Да, ты очень близок был к тому, чтобы провалиться. Я понимаю, поэтому потратил карты. Просто отдельно? Я понимаю, как эта штука устроена. Как ее отцепить теоретически. Посмотри, потому что механизм для тебя новый, если ты до этого не работал с вагонами. Да, новый, определенно. Инженерия. Восьмерки скажу, что хватит. Ну, окей, попробуем. Так, на шару. Да, ровно. Ровно восемь? Нулевой интеллект? Нет, у меня интеллект выше, у меня он типа второй, по-моему. А, интеллект нулевой, я тупой. Посмотрите на него, тупой. Среднестатистический. Своими проблемами. Сгодите его, посмехайтесь над ним. Хорошо. Да, механизм тебе поддается, после чего ты слышишь щелчок, с легким скрипением, будто бы не хотя, поезд отцепляется, вагон отцепился, но ты видишь, что вы все еще стоите на месте. И пока меня не хотели, забираюсь за остальными. Хорошо. Мы продолжаем двигаться через вагоны. Я на всякий случай уточню, что перед тем, как я выбрал путь идти туда, я, естественно, рюкзак себе на спину навалил. Не, не, вещи вы взяли с собой, это подразумевается, я за это душить уж не буду. На всякий случай. За перезарядку после битвы, за вот это вот. Нафиг на это. Я перезарядился и прям все убрал, поэтому, идя, такой, что за чертовщина здесь происходит? Ты бы видел, что там снаружи. Кажется, Гаррет, немного дороже. Вы же это видите, когда вы проходите. Да даже как-то не хочется. Я, конечно, слышал историю тех, кто там бывал. Они говорят, что ничего хорошего там не происходит, но чтобы настолько. Я видел. Я все видел. Пойдем, пойдем. Да, давайте не останавливаться. Давайте не задерживаемся. Вперед. Хорошо. Вы проходите через таких же два вагона, пассажирских, которые ощущаются. Вы смотрите на эти сидения. Они как будто бы мягче, чем вам, чем то, что было у вас, или может быть, это просто кажется, из-за того, что все поронял. Из-за того, что в чужом вагоне трава зеленее. Будь у меня еще несколько скрипов, поехал бы в этом вагоне, а не с долбаным кукольником. Он прям всем бормочет этот поднос. Ни единого признака того, что здесь есть живой человек, или здесь есть хотя бы тело человека. А вещи есть? Вещи есть. Вещи есть. А давайте что-нибудь осмотрим. Да, могу я побудить ноутис, найти, может быть, что-то выделяющееся из вещей именно. Хорошо, давай. Пока не остановлюсь, такой и прислоняюсь к двери, которая ведет, соответственно, откуда мы пришли, на стрёбу с револьвером. У меня девять. Угу. Девять. Самое примечательное, что здесь видишь, это небольшая сумочка, которая стоит. Её постарались задвинуть под сиденье в последний момент. Могу я как-то не очень заметно для остальных групп, просто бродя мимо, попробовать её оттуда вытащить и заглянуть на секунду внутрь. Угу. Давай. Это будет стелс или пикпокет, я вот думаю. Наверное. Конечно, стелс. Наверное, стелс, да. Потому что цели, да, нету для пикпокета. Угу. Ну, это у меня мало пока что, это пока что семь. Я думаю, я даже почути вот так, пятёрочкой, сверху. это будет девять. Ты её взброс положи. Да. А, взброс, да. Сколько говоришь? Девять. Остальные могут попытаться ночь сам это замечать. Да, хочу. Я пас, потому что мне сейчас важнее смотреть то, что не идёт ли за нами кто. Вот это страшные крики не очень воодушевляют. Я флипаю. Давай. Это тройка. Сэм, насколько тебе безразлично, кто что делает? Сэм, скорее, сам заинтересован в том, чтобы найти что-то ценное. Давай, он свой нотис использует для того, чтобы осмотреться. У нас нотис откунь, да, откунь, когда это будет просто единичка. У меня будет, то, что нотис у меня не завезли. Ну, вот так. Я нашёл на 13. Нашёл ли я что-то? Ещё секунду. Хорош. Если что, посмотрев на тебя, Коль, я бы тебя заметил. У меня ноутис плюс 5. Ну, ты это, сиди и отсечь. Я верю, что когда ты дотрагиваешься до колоды, там появляется чёрный. Там он рисуется на этом деке в такие моменты. У меня триггер есть. Я скорее всего буду безумно засвечен потом на записях. ты кошмарно засвечен. Ты, знаешь, как это, кошмары рисуют в интернете с белым лицом. Я сделаю вот так, чтобы опускать тени своих либо на. Просто у мастера работает. Смотри, ты не понимаешь, у мастера судеб нет лица. Ты видишь, как между двумя сидениями затесался аккуратненько лежачий вот с чем я его обозначу, чем я тебя обозначу, вот маркером шоквейва. Отлично. Рядом сбоку от сидения упал аккуратненько лежачий кошелёк. Судя по виду мужской. Сэм со словами вот ты где поднимает наклоняется, поднимает кошелёк, кладёт в карман пальто. Хорошо. не заглядывая внутрь. А если я уже тратил нотис на то, чтобы подглядеть за своими товарищами, могу ли я потратить ещё один нотис, чтобы поискать что-нибудь? Пускай. Да, какой вопрос был ещё, кроме этого? Да, у меня был вопрос, я хочу прислушаться, я понимаю, что вряд ли что-то слышно. После того, что случилось, когда мы переходили из вагон-вагон несколько раз прислушаться, есть ли какой-то шум позади нас. Я потом скажу тебе, после того, как мы отыграем заявку с Физеральдом. Это девятка. Понимать он спорит. Сколько говоришь? Девятка. Девятка. Ты видишь так, с чем это обозначить? Айспиллер. Айспиллер, это же айспиллер, да. Как айспиллер выглядит? Айспиллер для тебя выглядит как небольшая такая тряпичная сумочка. Знаешь, такое охолщённое. С ней явно обращались аккуратно и заглядывая внутрь, ну, поднимая эту сумку в руку, внутрь, поднимая эту сумку в руки, ты слышишь бряться не стекла внутри. Я явно хочу посмотреть, что там. Хорошо. Ты заглядываешь внутрь, ты видишь две бутылки джина. Ух. Мастер, вопрос, а что Гаррет в своей сумочке, которую он припрятал, увидел? Угу. Заглядывая внутрь, ты видишь такс. Сумка, сумка, сумка. Там какая-то дамская сумочка. Угу. Внутри ты находишь небольшой билет, некоторое количество приблуд для нанесения макияжа, а также два скрипа купюрами. Вот прекрасно, Гаррет буквально там вот этот билет из скрипа подхватывает себе, а сумочку просто неприметно где-нибудь вкладывает рядом и продолжает в вагону. Да, я бутылки джин, наверное, тоже прикарманил. В остальном неважно. Угу. Хорошо. Эээ, такс. Джейков, будь любезен. Ага. Да. Флипник, внимательность. Лучший. Ух. Слушай, а я так и оставлю, давай, будет она в восемь. Восемь? Да. Ровно восемь. Хорошо. Хорошо. Что поделать? Ты слышишь шум открывающейся двери в задней части, в задней части, вдалеке, слегка приглушенная. в вагоне подъехать. Вдалеке, это то есть не через... Не вот тут, а дальше. Ага, господа, мы опережаем наших преследователей на один вагон. Я же его оцепил, какого... Поезд не двигается. Поезд не двигается. Да, если еще стоит, какая разница? Надо было толкнуть. Да, знаешь, такой, проходя вперед, такой, либо встречаем здесь, либо двигаем дальше. Да, какие вопросы? Идем, бежим. Не останавливаемся. Сэм открывает дверь, там то же самое происходит. Да, то же самое, ты видишь, да, соответственно, точно так же, он максимально, насколько ему позволяет, его не очень высокая верткость продвигается вперед. Ошибся, но где? Хорошо. Ну, там точно такой же вагон, и после чего вы впереди видите, через застекленную плотную дверь, локомотив. Локомотив, стоящий впереди состава, ну, если кто-то встанет вот сюда, я встану. Хорошо. Через стеклянную дверь, которая при этом все еще ощущается плотной, и чуть ли не бронированной из этих толстенных болтов, которые вкручивают это неподвижное окно, там находится рубка машиниста. Она сейчас пустует. Машины не работают, и яркий серебристо-голубоватый свет полностью заполняет эту рубку со всех трех сторон. Заявка. Да? Хочу проникнуть в рубку, запустить поезд. Конечно. Ты открываешь двери, они также не заперты. Дверь рубки также легко тебе поддается. Однако, ты смотришь на эти механизмы, на огромное количество счетчиков, датчиков, какие-то рычажки, рубильники, кнопки, а также лопату и уголь, которые лежат рядом. Это будет длительный процесс. Ну, у меня батя инженер, сейчас справимся. Заявка. Да? Пока все это происходит, я потеряю бочину, присаживаюсь на одной сиденье именно на входе, чтобы когда зайти, меня не сразу было видно. Аккуратно держу револьвер и ждут тех, кто придет. Окей, заявка. Слушаю. Есть ли возможность, вернее так, видит ли мой персонаж что-то, чем можно было бы быстро забаррикадировать дверь? Чемоданы. Лучший из вариантов чемодан располагается на верхних полках, подобные тем, которые твои товарищи пытались какое-то время назад закинуть наверх того марионеточника. Окей, тогда, соответственно, Сэм со словами «надо перекрыть дверь», дергает полки чемодан и пытается его поставить на поле. Это не вызывает никаких проблем. Окей. Вопрос, я вижу, что он справляется с этой задачей. В целом, да. Хорошо, я тогда пытаюсь в свою очередь куда-нибудь на совладившую полку сверху, где это будет неприметно, забраться и скрыться там, чтобы меня не было видно. Хорошо. Вы видите, как худощавое тело Гаррета буквально пытается клубком свернуться где-нибудь наверху и струна уже наготове на случай, если кто зайдет, чтобы он спрыгнул на них и напал сзади. Ну, сейчас, конечно, он же не убийца какой-то. Ну, я думаю, мы все вылечены своими делами. Федераль, смотря на, ну, находясь в рубке машиниста, ты осматриваешься и понимаешь, что здесь слишком много того, что тебе придется делать. Ты можешь, конечно, заняться этим сам, но у тебя займет огромное количество времени, потому что нужно и загидывать уголь, и как-то работать с механизмами. В теории ты можешь вывлекать уголь своей огненной магией, но на это тебе также нужно будет отвлекаться. Окей, если я призову одного человека на помощь нибудь, то достаточно, чтобы... Тебе будет уже полегче. Мне будет полегче. Я в таком случае кричу, есть у кого свободные руки, мне очень нужна помощь, или мы отсюда не свалим. Сэм закончил баррикаду? Да, это не слишком сложно. Да, тогда Сэм подходит, чтобы посмотреть, что происходит. Ну, я объясняю ему, как бросать уголь в топку. Да. Буквально показываешь лопату. Да, мастер, подходит, где его поставить пока? Прям с очень сложным лицом смотрит на него, на лопату, на уголь и говорит полскрипа в час. Ты охренел. Что этот ниггер себе позволяет? что этот ниггер себе позволяет? Сэм молча скрещивает руки на груди так, чтобы кастет было видно, что он сверху лежал. Я просто буду делать все сам в таком случае. Или мы сдохнем здесь все вместе или пошел ты в жопу? Сэм пожимает плечами и прислоняется к косяку там двери. Что там у нее есть в этой двери. С интересом наблюдает, как он ковыряет угли. Тогда не мешай, сваляй сюда. Ноль реакции вообще. Ну, я пытаюсь быть человеком оркестром в таком случае. Нет, немного заявка. Гаррет видит, что они не договорились и, судя по обычным фразам, посмотрит на Джейкоба раненого, такой, ну, ладно, тебе все равно тут недолго осталось. И идет помогать. Выбирайся из укрытия. Ой, как черно. Крупный черный мужчина с интересом наблюдает, как два, так сказать, белых мальчиков кидают уголь. Очень хорошо. Очень доволен. Достает карман кошелек и проверяет его содержимое в процессе. У тебя был достаточно хороший флип, если мне не изменяет, у тебя там было 13 вроде бы на результате. ты находишь звонкий кошелек, в котором 0,75 скрипов, мелочи, пенсами. А также заряженный примерно наполовину пистолет Деринджер. Плохо. Как говорил один тиран копейки, сущие копейки. Пока это происходит, Джейкоб просто видит, как все уходят в локовотив, смотрят на поставленные баррикады щебодав такой Замечательно. Либо я включу свое обоняние, либо меня убьют первым. И облокотившись на кресло направляет револьвер вальяжно в сторону входа. Хорошо. Собственно те, кто пытается работать с двигателем, у нас начинается онгоинг. Для тех, кто еще не знаком с этой механикой, ангонг представляет из себя прохождение навыков по кругу, по очереди. Я больше стараюсь работать с механизмами, если это что-то меняет. Собственно, да, вам требуется хотя бы один человек, который может закидывать уголь, он будет проходить атлетику, и хотя бы один человек, который будет использовать инженерию. Опционально можно использовать Sorcery плюс интеллект, как в твоем случае, чтобы разжигать магии. Ответь, когда я угадаю, от силы, да? Да. У нас плохие новости? Да. Ну ладно. Жиг-то ловко, что у меня первая сила, и я сейчас сижу на стрёме. У меня вторая сила, но я все еще с интересом наблюдаю. Окей. А у меня есть пять скрипов, но ни один из них тебе не достанется. Да-да-да-да. Тоже. Собственно, смотрите, вот ваши успехи, вот ваши провалы, я их считаю. Ага. Ну что, друзья, я вас верю, ongoing длится, один круг, это занимает пять минут времени. Вас нужно будет всем преодолеть одинаковую сложность, она равна восьми. Угу. То есть я с одиннадцати прохожу, отлично. Блин, Коля, может, суперфокусняшься как-нибудь, я не знаю. Болл скрипа в час, я напомню. Минимальный заказ в час. Ну давай, Колян, флипай ты это вперед, если что, я что-нибудь придумаю. Окей. Надеемся на твою удачу. Помяним вас. Ну нет, нет. Это провал. Первый провал. Так, я флипаю инженеру. Угу, хорошо. Это плюс 4 век. Я журналист, а не говночист какой-то, между прочим. Да, он кидает поразительно мало угля. Это 13. Да. Успех. Вопрос мастеру. Поэтому считается за 2. Да, послушаю. Можно высоваться в коридор и наутисом сказать кидай ты больше, если я замечу, что что-то не так. Ты слишком далеко. О, посмотрите, кто-то отвлекся от того, чтобы кровоточить. У него нет времени кровоточить. Просто у меня есть триггер снимать провалами в отголовинге с наутиса. К сожалению, сейчас это не сработает. Тогда я остаюсь наслаждаться и кровоточить. ты слышишь шрум как будто бы в соседнем от вас вагоне. Что-то громыхает. Больше похоже на то, как и когда вы побирались по сумкам, которые там были поблизости. В таком случае я боек отвожу, то есть заготавливаю револьвер и аккуратно кладу его около живота. Хорошо. Давайте сам выйдет вот сюда, чтобы было все еще хорошо видно рабочий процесс. Да, но было простор. Я в восторге. Хорошо. Ура, чтоб ты сдох. Ноль реакции. Давайте, ребят, кто первый? Махать кайломы или... Давай я как-то прежде лучше. Делов-то. Прибыть надо 11 всего лишь. О! О! Гаррет явно смог. Гаррет даже подшучивает в процессе. Эй, эй, Квиджеральдс, знаешь, как называется ниггер, которым нравится смотреть, как работают белые люди? Так, подожди секундочку, я флипну свою карту, а потом отвечу. Окей? Так, говорю, я успешно управляюсь. Не голды. Да? Гаррет закидывай очередную порцию угля. У меня 16, это, по-моему, плюс. Да, если у вас степень успеха, это засчитывается как, ну, дополнительный успех в большинстве онгоингов. Где-то это отключается, заранее предупрежу. Тоже, эм... Гаррет, так, Гаррет, у тебя... Ты чувствуешь, как ты начинаешь потеть, махая лопатой? Эм... Фиджеральд, большая часть... Я не поименовал единственным. Ладно. Фиджеральд, ты видишь, как механизм слева от тебя начинает спускать резкий пар, который ты успешно останавливаешь, ты понимаешь, где растет напряжение, где нужно немножко ослабить, в котором времени вы сможете двигаться. О, меня флешбекает на дикие поля Нижнего Новгорода, и мне в голову приходят фразы «Сюда! Сюда!» Что-то такое. Хорошо. Твой персонаж, надеюсь, был в Нижнем Новгороде? Ну, это... Какие-то параллели. Фиджеральд, да, да. Надеюсь, ваши персонажи были на Кутурлаке или Тирану. Джейкоб, ты слышишь, как кто-то безуспешно пытается открыть дверь, после чего бросает попытки? Аккуратно выглядываю в окошко. Знаешь так, краешком глаза. Ты видишь фигуру в плаще красного и серого цвета. То есть, гильдейском. Угу. Задумываюсь. И у меня кое-что не бьется. Я не верю, что... Он пошел обратно. Да, я, знаешь, такой сожжу себя обратно в сиденье, начинаю прикидывать, и у меня не бьется одна вещь. А именно то, что до этого я слышал, как переворачивают сумки и обшаривают что-то в другом вагоне. Не единственные. Не единственные. Но это плащ гильдейца. И меня не бьется то, что гильдейц бы не стал обшаривать сумки. Поэтому я выдыхаю и киваю. Единственное, кого я вижу, я вижу сам и киваю такой, типа, и прикладываю палец к губам. Сейчас нервно смеется дошить с лутзеркорпс. Гильдейц не стал бы обшаривать сумки. Ой. Мой любимый мастер немножко еще смеется. Следующий круг. Ангой предлагаю не нарушать традиции. Я первый, наверное. Ну, почти, но нет. Помянем. Он пытался. Полынь. Тоже тебе пухать за двоих. Придется. Напряжение очень мало. Это десять. Ну, давай я... А сколько надо? Одиннадцать? Надо восемь. Тогда это успех. Да? Я уже посчитал. Скажи, а пересев я не вижу то, что они делают? Ну, пересев ты наблюдаешь это гораздо лучше. Я могу попробовать заметить, в чем проблема. И использовать ноутис в этой проверке. у них проблема в том, что кто-то слишком мало кушал каши. Вот, я могу это им подсказать? Вопрос. Дашь ноутис или не дашь? Триггер только на томах. Я знаю. Дюрин он гоинг. Хер с тобой, давай. Подмечай. Давай попробуем. Будем честны, у меня нет други данной карты, я просто попробую поискать. Пробуй. Здорово. Будем честны, так как часть все-таки проверки, давай я почичу десятки с руки, чтобы это не было провалом, но можно не засчитывать успех. Просто я не заявляю триггер, чтобы было честно. И такой, ну куда ты так мало кидаешь, давай побольше. Заткнись и кровоточь там в своем углу. Это прекрасно. Да, и значит в своем углу я такой кровоточу долбаный ирландцы. Ненавижу, блять, англичан, американцев и вообще всех. Спустя сколько там часов игры ваш мастер обнаружил, что есть колода с другой рубашкой. С другими значениями. Да, почем. Ой. Ну ладно. Так. Буква ничего страшного. Еще заявки и следующий круг. Следующий круг. Следующий круг. Как обычно я? Да. Порядок решайте сами. Ну, нет. Ой, плохо. Так, смотри, наверное, я сейчас буду проходить не инженерию, наверное, попробую разжечь. Ок. Напомню еще раз интеллект. Если никто не будет использовать инженерию, у вас не будет достаточно необходимого результата, так скажем. Кто-то должен оперировать рычажками. Ну, с точки зрения проверок я проходил, по-моему, три или даже четыре успеха в инженерию. Ок. Поэтому давай я попробую все-таки поинтеллектуировать. Сколько надо? Надо восемь. Это восемь. Угу. А, ты вскидываешь руки, пламя вырывается с кончиков твоих пальцев, ты контролируешь достаточно хорошо потоки огня, чтобы не сжечь сразу весь уголь, двигатель начинает наполняться энергией и жизнью. Вы почти готовы двигаться. Подожди, то есть ты всегда так мог сделать? Может, тогда просто поменяемся? В этот момент... В этот момент... Не, если ты шаришь за рычаги, вопросов никаких. Давай. Ну, все-таки лучше, чем лопатой работать. В этот момент в проеме появляется уже слегка прикрывающий Джейк, который успокоился, потому что фигура ушла. Вот такой, к чему вам нужна помощь? У нас никто не может нормально кидать уголь. И я присоединяюсь, хочу попробовать атлетикой, хоть и перебинтованной, но помочь им. Ну, Гаррет уходит в вагон и прячется куда-нибудь, чтобы его не было заметно. Хорошо. Поэтому я давай сделаю проверку атлетики, если позволишь. Давай. Я мастера спрашиваю. Сейчас, секунду. Сэм, куда твой взгляд сейчас падает? Сэм смотрит в проход, то есть на брикаду. Ты видишь, как кто-то безуспешно пытается импровизированным инструментом из досок и обломков чемоданов открыть дверь. Она не выглядит успешным. Сквозь незабаррикадированные участки ты видишь раздосадованного мужчину, который не слишком крепкий, не слишком здоровый в гильдийском плаще пытается открыть успешно забаррикадированную тобой дверь. Окей, он окрикнет его. Кто-то. мужчина опешивается после чего трясет головой. Он снова использует доску как рычаг, после чего критит. Я сержант цезарь. цезарь, армати он говорит и как ни странно вы слышите уже знакомый ирландский акцент. А пока могу проверку флипнуть на уголь забрасывать. это пять минут займёт сейчас пока вот эту сцену. Мы ждем, мы ждем. Вы в процессе? Ну, город, наверное, переглядывай за Сэмом все-таки в первую очередь. Это он нормальный, он из наших. Сэм подходит поближе. Вот куда-то сюда. да, и кричит ему руки, покажи. Мужчина отпускает сейчас, секунду, где я там, вот. Мужчина опускает рычаг, дверь очень резко закрывается вместе. больше она не поддается. Ты слышишь стресс древесины, потому что деревянный рычаг больше не работает. Мужчина показывает тебе руки, ты видишь, что они это руки работающего человека. Они достаточно мозолистые и потертые, грубые. Мастер, разглядеть примерно вот тут быть уже. Могу я подойти ближе и попробовать разглядеть его одежду, как она выглядит подробнее. Давай, внимательность, notice. это 11 получается. Успешно. Третье, что это гильдийский плащ, который одет достаточно на скорую руку. Он почти полностью застегнут, из-за чего сложно разглядеть, что находится под ней. У него штаны, которые явно ему не по размеру, но достаточно хорошие начищенные сапоги. Я хочу наклониться к Сэму и шепотом сказать. Слушай, это переодевашка, не его одежка. Может, конечно, у них у гильдии такие порядки, что всех наряжают штаны на четыре размера больше, но вряд ли. Окей, Сэм кивает и кричит ему максимально недружелюбным, злым, негритянским голосом. А теперь назовись и не смей мне врать. И здесь у нас будет intimidation. Давай. Потому что я злой, страшный негр. Да, так работает. Вот. Я злой, страшный, черный волк. Я вглядеть за мой толк. И это будет не очень страшный волк, но я думаю, что я положу вот так и будет это у меня в сумме где мы intimidate будет это в сумме 13. Очень страшно. сейчас секундочку. он так слегка опешивает, отходя, чуть ли не падая, в последний момент удерживая равновесие. Ладно, ладно, Эммет звать. Эммет Крэнджер. Ну, он достаточно четко выраженный ирландский акцент, который уже практически не скрывает. Откройте, хоть кто-то выживший. Слушай, да давай его пустим, он из наших, он нормальный парень. Ну, Катаржанин, ну, бывает, у меня брат Катаржанином был. Ничего. Говорит Гаррет, но он явно не торопится убирать чемоданы, ожидая, пока Сэм одобрит это действие. Он не очень хочет получить кассету по лицу. Сэм продолжает задавать вопросы и прикалывать. Кто с тобой? Один я. Теперь. Упустите, что вам стоит-то? Сэм может оценить, насколько поезд готов к управлению? Я бы сказал, инженерия. Ну, нет, как бы тут ловить нечего. У меня в инженерии беда. Поэтому, ну, типа, он не понимает, короче, насколько поезд готов. Да. То есть, какое-то пухтение происходит. Я не представляю, насколько шатком положение сейчас вот ребята, которые находятся впереди. Ну, у них был выпор. Я не хочу это вкачать. Гаррет хочет посмотреть, а нет ли за этим ряженым у кого-то позади вот в вагоне не видно или там чего-либо через вот эту вот всю белизну? Давай. пахнет нотисом. Да, это он самый. Это девять. Этого достаточно. Нет, он один. Собственно, он выглядит достаточно растерявшимся, можно сказать, даже в отчаянном, поскольку он не уходит, а пытается все-таки остаться рядом с вами. Ну, на этой ноте все-таки это брат ирландец, и Гаррет начинает отодвигать потихоньку чемоданы, пытаясь помочь ему пройти. Блин, тут нужен прям вот, я не могу этого не сделать. Лопатой работать умеешь? Могу лопатой. Могу, ну, чем сгожусь? Ладно, Сэм помогает отоделать баррикаду. Хотя лопатой. Да. Ну, собственно, баррикада раскидывается. Вот, вот так вот. Я сразу заменю его фигурку. Конвикт? Ну, что есть, то есть. Очевидный. Не, вот так вот, конечно, выглядит лучше, я не спорю. Ну да. Я бы сказал, одна сатана. Да, да, да. Шо-то, шо-то, обе. Вот. Окей. И, тогда иди помогай, говорим мы ему. Мы, Сэм, букер. Угу. Окей. Да, потом меняемся, без нас с ними. Угу. Он такой, я воль, пытается говорить на не очень получающемся иностранном языке. Когда он заходит в кабину, он видит потеющего молодого человека, который с перевязанными радами, так и пытается кидать уголь, такой, ты еще кто? Я, ты видишь, как он вытягивается слегка, выпрямляясь. Я сержант Цезарь Армати. Неа. Ну, вы слышите это там в коридоре. Да, я честно не верю, потому что у меня было предположение. Неа, ты не гильдеец. Я, я теперь сержант Цезарь Армати. Знаешь, почему я думаю, что ты не гильдеец? Мм? Ты не приставил мне пистолет к виску. Ааа. Так слегка. На самом деле это просто шутка, которую Джекоб выдает? Чтобы скоротать время. И можно я флипту, пожалуйста, атлетику закидываю в гильдере? Он дает тебе плюс два на прохождение. Он делает ассист, он добавляет... А можно он не будет делать? Я не хочу черный поймать. Нет, плюс циферки. Не два плюса, а он дает плюс два к значению. Окей. Действие ассист экшен в ТТБшке или помощь может один персонаж тебе помочь, добавляя то, насколько у него прокачан навык. Давай попробуем. И сейчас черный должен после таких слов быть. Ну ладно. Это 7, это 9, и с моей атлетикой это 11. Хорошо. Давай. Мастер, пока заявочка небольшая, можем мы пока обратно чемоданы сложить? Да, на здоровье. Да. Скидайте их обратно. И, поворачиваясь в этот момент на Фиджераль, такой, кивая ему такой, уголь пошел. Нет, уголь чемоданы складывает обратно. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, я абсолютно возбужденно пользуюсь всеми возможными кнопками, рычагами в этой каюте. Блин, извините, вы ничего не видели. В этой каюте 6 плюс 4 десятка. Мне не хватает, по-моему, да? Ровно. В смысле, больше даже. А, ну все, все, тогда я доволен. Торопишься, торопишься. Ты чувствуешь даже удовлетворение, когда легкий палочок начинает двигать вас вперед. Еее. Медленно вы слышите гудок паровоза, который начинает набирать скорость, ведет вас внутри портала. С большим облегчением выдыхаю. Такое. Да, через окно вы видите колоссальных размеров существо с тентаклями, которое только может существовать, начиная двигаться на этот звук. а в тот момент, когда вы успешно проезжаете через портал. Мастер, мастер, а я могу уловить момент, чтобы его сфотографировать? Стендинг. Тебе нужно смотреть в окно. Все, что доходится за окном, вызывает у тебя головную боль. Тебе нужно прям не отводить и перебороть самого себя. Ну, я настоящий журналист, да. Поэтому у тебя есть такая возможность. Десяточку центринга выдашь? Центринг это почему? Центринг не стасите. У меня один, то есть это надо девяточку флипнуть. Да, да. А, как бог войны. Сюда. У тебя получается великолепная фотография существа, силуэт существа, который находится в междумире. В этот момент, в последнюю секунду вы заезжаете в портал и оказываетесь внутри мира, который больше похож на землю. Через некоторое время вы заезжаете на территорию железнодорожной станции Малифо, которая прям пестрит богатством, простором. Она насыщена жизнью. Тут полно людей, несколько железнодорожных линий. И уже какое-то количество гильдийской гвардии. И вы можете наблюдать этих скрюченных существ, вичлинг-сталкеров, которые патрулируют то-то-то там на поезде. А что произойдет дальше, мы узнаем потом. Добро пожаловать в Малифо? Последнее. Убирая револьвер уже такой сука. Дай на Собственно, на этой замечательной ноте у нас эпилог. Все молодцы, вы это пережили, вы были в одном провале от этого существа в обнимашках. Как хорошо, что я пошел копать уголь, ведь все-таки есть атлетика. Своё время, ну да. А то сначала пытался давать советы, да? Ну ты это-то каши побольше кушай. Ну просто если бы того выкинул, я бы снимал провал. Да я же понимаю, я же не с играми Хана. Виталий, ты запись выключил? Нет, еще конечно, мы все дослушаем. А в конце этой замечательной пробной записи мы высказываем благодарность Влада Матин Клаб. Рэйсист, рэйсист. Конечно рэйсист, у нас вот бегер в команде. Сегодня рэйсист номер. Вот. Боже, как плохо. Очень плохо. Очень хорошо. Твиттер момент. Нет, сессия замечательная. Расизм плохо, помните. Да. Только рэйсинг. Да. Рэйсист это гонки по-нижегородски. Скачки. Правда не видел тебя в гонках. Ох уж этот нижегородский язык. Так, тогда я вырубаю Марсель, получается. Да, всем спасибо за просмотр, за то, что вы нас потерпели эти несколько часов. Соболезно. Надеемся, мы не были отвратительны вам. Надеюсь, это не последняя сессия, которую вы увидите. Я думаю, что это старт чего-то прикольного. Нет, ну, смотрите, игры других это действительно удовольствие для некоторых только, так что... как обычно, белые зажали денег. Все зависит от того, что люди насчутся. Все, 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 все. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, что там еще надо. Подписывайтесь на Нюдсу Марселя, в Инстаграме, я не знаю. Я готовлю новый пак, нам не хватает всего трех вопросов для того, чтобы сформировать полноценный пак от телезрителей. Ну, это уже неинтересная информация, до свидания. Угу, угу.